Памяти Светланы Дырахан-Левашовой Нашего друга и соратника Супруги Николая Викторовича Девашова Я прошу вас почтить ее память Минутой молчания Субтитры создавал DimaTorzok Продолжаем встречу. Слово Николая Викторовича. Добрый день всем, кто сегодня пришел К сожалению, видите, сегодня у нас очень тесно Мы не ожидали, чтобы было столько людей Было невозможно поменять место проведения встречи Так что прошу прощения, что возникло некое неудобство Надеюсь, в дальнейшем ситуация такая не будет повторяться Прежде чем начать, я хотел бы Сегодня у нас, в принципе, должна бы состояться Обычная встреча с читателями Но, так сказать, я подумал и, в принципе, решил, что Будет правильно действительно пояснить некоторые ситуации Чтобы было все ясно и понятно О том, что произошло Дело в том, что перед тем, как приступить Я хотел бы сказать несколько слов По поводу того, что раньше было Чтобы действительно исправить такие ситуации На прошлой встрече я, помню, говорил о провокационных материалах Которых прислал Сергей Брут Поэтому я официально говорил Я хочу официально сообщить Что он сделал одну оплошность Он прислал не свое мнение А он прислал, как говорится, сообщение на других форумах Поэтому не он сам является провокатором Провокатором, а именно те, кто это писал на форумах Поэтому, так сказать, этот человек Не причастен к провокации То же, что я обещал одному человеку Пояснять по поводу Сказа о Ясном Соколе Я говорю, что на 4 декабря Я буду поднимать вопрос Чтобы не было очередного Борца за справедливость и правду Которая у нас очень много появилось С этими событиями Очень много борцов и справедливости за правду Так вот, я говорю, что это не будет Это будет только не сегодня Потому что сегодня не до его, как говорится, пояснений Ему, что 2 ж 2 является 4 Теперь, что я хотел сказать Вполне возможно, что сегодня на встречу пришли Не только друзья и враги Чтобы увидеть, что я раздавлен, сломлен и так далее Могу разочаровать их и расстроить Я не сломлен, не раздавлен, никогда не был и не буду Ни при каких-то обстоятельствах Единственное, что могло как-то еще влиять мне До что я боялся В принципе, уже произошло Мне уже бояться нечего Поэтому, так сказать, и страха у меня не было А я воином был и воином останусь Пока я буду жить и пока я буду дышать Поэтому радости врагам я не доставлю Это первое Они хотели чего добиться Хотели, допустим, сломать меня И тем самым, так сказать, выбить из строя и так далее Ну, хочу сказать, что они сделают меня только сильнее Потому что такая боль, которую мне пришлось пережить Она и ломает человека, или делает себя сильнее Как видите, я не сломался Делайте сами выводы Поэтому, что бы хотел сказать Дело в том, что это, к сожалению, убийство Потому что, когда человек умирает Естественная смерть от болезней и так далее Это больно и досадно Но это, ну, естественно А когда человек убивает подло и низко Это уже не просто досадно Это недопустимо Но в данном случае это произошло Убийство произошло Планировалось не только Я знаю Сам по своим каналам Имею возможность получить У меня есть еще Два независимых друг от друга канала Которые полностью подтвердили Мои собственные версии происшедшим Самая досадная из всего, что Самая досадная из всего Это то, что Выполняли заказ Российские спецслужбы Не все, но часть из них Это более всего досадно Неприятно Потому что, в принципе Наши, вроде, земляки Жители той страны Которой мы работали И посвящающие свою жизнь Ради которой, так сказать И писали, и делали дела И так далее, и так далее Именно люди с этой страны Оказались теми предателями Которые вам сделали нож в спину Что могу сказать Операция была заказана давно То, что выставляли И, наверное, читали мое заявление То, что выставляли якобы Организатор убийц Это, видно, кому-то Ужало было направить Мое возмущение в ту сторону Которую кому-то было нужно Но ничего не получилось Потому что Мои способности Никуда не исчезли И мне было с самого начала Понятно, что те, у кого Предполагают, что якобы Они являлись заказчиками Это просто подстанные лица Которым выпустят парк по Нимской Чтобы это сами не досталось Вот, поэтому Такие моменты не проходили И никогда не пройдут Что еще могу сказать Планировали это давно уже Не только сейчас Просто я неоднократно говорил И даже писал в своей книге О том, что у нас было Так, в принципе, не было почти дня Чтобы не было доволенного покушения Просто единственная В чем проблема То, что сейчас они применили Весьма подлый ход Обычно удары носили по мне первому И естественно, что я, получив удар Ну, успевал Его нейтрализовать и так далее Удары не только с других уровней Вели земными оружиями Разных типов То есть четко не приходилось Долго я еще буду описывать То, что не писал Просто, понимаете Когда и раньше говорил Я могу защитить того Чего я знаю Вот, когда, допустим, меня бьют Новеньким чем-то Уничтожают По мере, кого меня бьют Я изучаю и могу создать Против оружия В данном случае Они ударили Не по мне В первую очередь А ударили по Светлане В принципе, они ударили Три раза Потому что Дважды В них не сработал Хотя был удар мощный Предпоследний удар был Одиннадцатого Но, так сказать Мне удалось это установить Про Светлана была еще слабая Ведь они Следующий удар нанесли Тринадцатый уже И дали Запределенную мощность Прибор Опять-таки К сожалению Для нас Для меня лично Разрабатывали Сначала советские Потом русские Ученые Правда Насколько я знаю Тот ученый Который разрабатывал Прибор Он разрабатывал Всем другой цели Для личностей И он очень расстроен Что потом Этот прибор Стали использовать Для убийства Прибор основан на том Что создаются Низкочастотные Волны Звуковые В районе 6-7 Герц Которые вызывают Резонанс В клетках Организмах Что такое резонанс Все знают Если солдаты Пройдут по мосту Шагая С вторым шагом То мост Рухнет Каменный В том числе То есть Когда частота Звуковых Крепаний Совпадет С собственным Числовых Крепаний Атмов В данном случае Крепки Вот Даже в этом случае Мне бы удалось Ее спасти Если бы ни одно Постоятельство Они нанесли Удар Такой Что взорвали Сердце изнутри И кровь Из левого Желудка Хлынула К сумку Берекарда И заполнила Ее И в таком случае Жало сердцу Так Что его В принципе Даже золотавшие Невозможно было Запустить Пока Не выкачат Кровь Но к сожалению Там не было никого Чтобы эту кровь Мог выкачать Скоро приехал Уже поздно Они даже не посчитали Нужно это делать Потому что По их понятию Уже бесполезно Хотя Они это не могли Сказать Потому что Когда я получил Сигнал Что Светлана Убита Я тут же позвонил Нашей горничной Чтобы она Пошла и посмотрела В чем дело Потому что я Получил Что это действительно Именно так И меня действительно Весьма Беспокоило Как бы понять Почему И поэтому Когда Горничная Нашла Светлану То я начал работать Но вот это обстоятельство Что механическое Сдавление сердца Крови Собственной крови Не позволяло Ничего сделать То есть Даже если золотать сердце Его невозможно закусить Потому что Давление крови Не позволяло Ему сокращаться Так что они Весьма хорошо рассчитают Потому что Другие удары Которые носили Когда человек Остался еще живой И не было такого Повреждения Естественно Я все это фиксировал Таких было Сотни случаев Сотни за все это время Просто Когда говоришь В таких вещах Во-первых Мы не любим говорить Особо такого С чем мы Это война Есть война И я и она Войны А зачем О этом говорить Что вот Нас бьют Мы каждый день Подвигаемся Смерти на опасность И так далее Зачем Мы это делаем Для того Чтобы Похваляться Этим Война Есть война И враги Действуют Так как Они могут И Чести Подать Война Ожидать От них Чего-то Порядочного Не было Никогда Мы это Не ожидали А просто Делать Своё дело Пока Мы В данном Случае Они Расчет Расчет Был В принципе Весьма Хороший С точки С точки зрения Их Тактики И действия Они Уничтожили Светлану Таким образом Подождали Пока Типа Внесли Такое Весьма Серьезное Смертельное Родение В сердце И они думали Что Подождем Пока Он Немножко Исечет Кровью Ну В принципе Естественно Радости То что случилось У меня не было Кое-то уже Если читал Можете прочитать Еще снова Потому что я пишу Что происходило И 17 числа Перед тем Как мы Утром с другом Полетели Во Францию 17 числа Вечером Мне было Много звонков От людей Которые Не знали Еще о том Что происходит Обычно И звонили Люди Соболезнов Сказали Кто уже знал И тоже поступил Один звонок Такого же Клана Как Получилось У Клана То есть Я Алло Ничего нет Глухо И Ну Ощущение Это быстро Действует Но Я уже давал Привык работать С большой скоростью Вот ощущение Такое В мозгах Возникло Ну представьте Себе Эквариум Стеклянный Круглый Аквариум В котором Половина воды И вот Вода Начинается Аквариум Раскачивать И она Начинает Туда Сего Двигаться Представьте Картинку Но Представьте Не вернуться Такая же Картинка Только Это Голова Ее Никто Не Раскачивает А в ней Возникает Такая Болтанка Это Начало Действовать Оружие Ну Тут же Прошло Разрушение Некоторой Частью Мозга Но Я тут Быстро Сообразил Все Так И Как видите До сих пор Еще живой Но К сожалению Они Ударили По ней Первую Вот Разработано Уже Новое Противодействие Оружию И Уже По нескольким Моим друзьям Которые Насили Такой же Удар Они Почитали Что Они Нашли Наконец Такий Способ С помощью Которого Они Могут Избавляться От Соратников Которые Делают То же Самое Делают Что И я Но Уже Имея Мою Защиту Правда Первый Удар Когда человек Получил Болевой Шок Такой Сильный Но Человек Удары Никакого Вреда Ни тому Человек Ни другим Не причиняли Так что Есть противодействие И этому Оружию Так что Они думали Что они Получили Супер Оружие С помощью Которых Они могут Убирать Любого В любом Месте Безнаказанно Без следов И так далее Вот Так что Огорчу их И против Этого Оружия Есть Противодействие Только К сожалению За Такое Противодействие Светлана Заплатила Свою Жизнь Вот Но Самое Забавное Во всем В кавычки Всему Забавное То что После того Как я сообщил О том Что Светлана Погибла На целом Ряду Сайте Появились Сообщения Что Слухи Об убийстве Левашова Не подтвердились Израильский Хакер Соломал Сайт Левашова Слухи Даже Появились Интервью Самой Светланы Вы знаете Я был бы Очень Быть счастлив И много Что бы Отдал Чтобы Это было Действительно Так Но К сожалению В первую очередь Для меня Это Полнейшая Ложь Но Самое Интересное Почему Все-таки Эти люди Которых Которых Наверное Нет Ничего Человеческого В принципе Начали Писать Даже От Имени Ее Самой И Не Только Писать Еще Давать Ответы На Вопросы Тех Кто Сомневался Что Она Я Я Я Я Я Я Дает Понимаете Я думаю Следующее Они Не Ожидали Что После Смерти Светланы Будет Такая Реакция У людей У вас Именно Они Думали Что Все Люди Узнав В этом Поджмут Свои Хвосты И Спрячут Свои Норы А Получилось Все Наоборот По Крайней Сотни Людей Прислали Свои Соболезания По Поводу Гибели Светланы Прислали Ноты Наоборот Что То Что Случилось Наоборот Заставило Их Не только Спрятаться Наоборот Выйти Вперед Вопрос В том Что Конечно Некоторые Туже В кусты И спрятались Но Таких Моей Радости И думаю Радости Светланы Оказалось Очень Очень Мало Которые Типа Говорят Отпускай Типа Кто Написал Мне Читали Что Писал Вот Пускай Сначала Левашов Разберется С всеми Врагами Уничтожить Тех 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 А потом Мы будем Что-то Уже Делать Вы Вы знаете Мне Удивляет Это Я написал Это Даже Не Женщина Я написал Мужчина Понимаете Мне То Что Удивляет То Что Женщина Воюет Не Боится Смотреть Смертью В глаза А Мужики Сидят Выпускает Женщину Вот Ее Убили А вдруг И нас Убьют Если Будем Что Делать Ну И что Война Есть Война И Война Похлеще Чем Была Вторая Мировая Война Да Конечно Бомбы Не Взрываются Вроде Бы Нет Линии Фронта Но На самом деле Эта Война Ведется Тысячи Лет И Войны Которые Называются Войнами Это Маленькая Часть Войны О которой Люди Знают В Реальности Вопрос О том Что Мы Должны Делать Сидеть Смотря Все Это Стороны Думая Пускай Она Сам Катится По крайней Мы Со Светланой Имели Возможность В 1994 Году Как Кто Читал Мою Автобиографию Покинутую Планету Зами Специально Приходили Наши Друзья И Естественно Была бы Жива Поверьте Но Мы И я И она Решили Что мы Не можем Даже Несмотря на то Что Там Цели Задачи Стоят Гораздо Больших Масштабов Как вы Понимаете Да Мы Посчитаем Что Эта Планета Наш Дом И Пока Паразиты На ней Правит Бал Мы Не можем Просто Так Спокойно Уйти Считаем Что Мы Сделали То Что Нужно Важные Вещи Сделали А Теперь Можно Гулять Дальше Мы Посчитаем Что Мы Должны Сделать Все Что Можем Для Того Чтобы По крайней Мере Мы Были С Чистой Совестью О том Что Мы Сделали Все Что Могли Для Того Чтобы Очистить Эту Планету Прекрасную В принципе От тех Паразитов Которые Захватили И пытаются Уничтожить И Самое Смешное В этом Что Те Паразиты Которые Делают Они Тоже Погибнут С той Самой Планеты Нашей Если Она Погибнет Я Понимал Что Они Бы Еще Сохранились Они Что Думают Построив Там Супер Корабль Который Будет Плакать В Океане За Сумасшедшие День Купив Там Каюты Личные Апартаменты Они Останутся Живые Если Будет Что С Планеты Прозойдет Я Удивляюсь Наивности И ограниченности Этих Людей Которые Кричат Что Они Очень Умные Но На самом Деле Их уровень Интеллект Ниже Детского Сада Они Уничтожают Рубят Тот Сук На котором Сами Сидят Единственное Объяснение Такого Может быть Одно Они Не Люди В полном Смысе Слова Они Биороботы Робот Он Будет Делать Ничего Не Понимаем Программа Заложена И Он Будет Делать То Что Говорит Программа Но Даже У Роботов Существует Программа Запрещающая Некоторые Вещи В том Челе И Само Уничтожение А У Этих Биороботов Даже Нет Программы Ограниченной На Самосохранение Потому Что Залезть Какую-то Нору Глубоко В землю Или На корабле В океан Выплыв Это Не Спасет Никого При Взрыве Планеты Разрывы На части Испепеление Солнцем И так далее Сгорит И испарится Все И Подземные Города С многометровыми Стенами Толщиной И корабли В океане Не спасут Никого Нового Ковчега Который Был Раньше По легендам У них Не будет Поэтому Для меня Была Всегда Странна Их Логика Поведения А уж Тем более Их Не придут Забирать Отсюда Те Хозяева На кого Они Служат Рабски Потому Что Если Кто Читал Славян Рейские Веды И внимательно Читал Там Было Очень Уничтожено Много Планет Те Которые Они Уже Истощили Ресурсы Они Просто Уничтожали Или Которые Бунтовали Не подчиняли Чёрные Силы Но Те Которые Они Покоряли И Контролировали Там Конечно Всегда Были Свои Избранные Которым Они Поручали Быть Посредниками Так вот Нормальный Посредник Вы Хотя бы Спросил Хорошо Вы же На первую Планету Прилетели С такими Целями Нет А Я могу Поговорить Хотя бы С одним Из тех Кто Был На другой Планете Нет Не можете А почему А они Мертвые Все Но Вопрос Это Даже Всех Избранных Даже Никогда Не задали Не знаю Или Мозгов Не хватило Или Так Арабское Настроение Было Не задали А если Б задали То Наверное Не стали Служить Тем Кто Им даст Что они Умрут Последними Это очень Хорошая Надежда Мне один Человек Рассказывал Когда Советский Союз Последние Года Он Распался Его Семья Жила В Средней Азии И там Один Не помню Илезбек Или Киргиз Пришел К учительнице Пожилой И говорит Слушай Когда мы Ваших Резать Будем Я Приду И Зарежу Тебя Не Больно Понимаете В его Устах Этого Вылышая Милость Я Я Приду И Зарежу Тебя Не Больно Так Вот Извините Даже Если Зарежут Последним Или Погинут Последним Разве Это Что Поменяет Сколько Месяц Или два Больше Проживут А то Минуту Или Десять Минут Проживут Больше Разве Это Меняет Что Я Не Понимаю До сих Пор Нему Понять Психологию Менталитет Черных Сил Паразитов Которые Действуют Земных Имей Цветов Ведь Они Даром Никому Не Нужны Они Ничего Себе Не Представляют Кроме Самомнений И оплом У них Ничего Нет Кроме Того Что Они Награбили Высасывали Соки Из Других Народов Со всех Это Именно Паразиты Всех Мастей Цветов У них Ничего Нет Они Сами Пустое Место Отобрав У них То Что Они Награбили Они Будут Что Дырка От Бублика Все Мы Говорили Правильно Вот Поэтому Здесь Могу Сказ Следующее То Что Произошло Убийство Это Для Меня Не Сомнение И Это Подвержено Очень Многим Когда Я Приехал Во Францию Мы С Другом Приехали Во Францию На Следующий Мы Приехали В Среду А В Четверг 19 У У Меня Была Беседа Допрос Со Следователем Французским Потому Что Он Был Очень Удивлен В принципе Ситуация Потому Что Это Я Позвонил Горничную Чтобы Она Пошла И Нашла Имя В Товреме Когда Она Была Убита Они Не Понимают Некоторых Вещей Что Я Могу Увидеть Почувствовать Мгновение И так Дальше Так Вот Мы Беседа Допрос Продолжалась Очень Вежливо 7,5 Часов И Следователем Сразу Мне Сказал Что Это Дело Отходится На Прямом Контроле Прокурора Республики Значит Прекрасно Понимали Что Это Непростое Какое-то Событие Что Обыденная Ситуация Которая Случается Очень Часто И После Того Что Он Мне Говорили Объяснил Все Что К чему Что Вопрос Ответил Он Мне Знает А у вас Есть Свою Версия В том Что Прошло Да У Мне Есть Версия Но У Меня Доказательств Того Чтобы Ее Подтвердить Он Все равно Скажите Конечно Я говорю Не по-французски Там Они Пригласили Переводчицу Потому Что К сожалению Французу Я могу Свободно Объяснять По-английски Но Французы Очень Плохо Знают Английский А те Кто Знает Не Очень Любят Образ Это Было Существлено Как ни Странно Он Не Среагировал Что У меня Не все Дома Что От горя У меня Крыша Поехала Куда-то Реакции Такой Не Был После Того Как мы Поговорили Он Отлучился Доложил Прокурору Республика Ждала Его доклада 7,5 Часов После Чего Он Вернулся Отдал Мне Светлану Паспорт Ее Телефон Сказал Что Завтра Он В выходной День В мэрии Сделает Свидетельство О смерти И Снимет Опечатание Замп Который У нас Есть Чтобы Яму Хватить И так Дали И он Сказал Несмотря На то Что Я вам Вернул Вот Документ Несмотря На то Что Решаем Захоронить Вашу жену И так Дали И так Дали И хотя Мы не Обнаружили Ни одного Постороннего Следа Внутри Замка Расследование Продолжается Значит Для них Даже самих Прекрасно Понятно Что это Было Убийство Я могу Привести Очень много Дополнений Косвенных Свидетельств Но это Не самое Интересное И важное Наверное Сейчас Но То Что Им Было Казалось Проще Было Взять И написать Что Это Ну Человек Сердце Плохо Стало И так Дали И так Дали И закрыть Дело А тут Как наше Понятие Висяк То есть Доказать Они ничего Не смогут К тому же Среди Жандармов Которые Приходили Исследовать Был Естественно Агент Тех Которые Осуществили Убийство Почему Потому что Я потом После похорон Я прослушал Отответчик Светланы Чтобы Увидеть Там есть Сообщение Которое Я убил Или нет И Не обнаружил Не только Этого сообщения А целый ряд Моих Сообщений Которые Когда я Не мог дозвониться Звонил По всем Телефонам То есть Последнее Сообщение Которое Осталось Мое Было 6 часов Вечера А ее Убили Около 10 вечера По нашему Времени Если брать По нашему Времени То есть За 4 часа Я сделал еще Несколько Звонков Их совершенно То есть Тот Кто Стирал Последние Звонки Он просто Не знал Какой звонок Был Тот Убийство Просто Он стер Целый ряд Чтобы Случайно Тут же Прослушивать Нельзя Если он Прослушал Он уже Лег бы Другому Рядом Ну Тому Кто это Делал Ему Не очень Хотелось Речь Другому Рядом Поэтому Он просто Взял Не прослушив Стер И часть Стер И моих Звонков Это является Косвым Подтверждением То что Замели Следы И замели Следы Именно Уже Французские Помощники Тех Убийц Которые Это сделали Так что Как бы Они ни Старались Я надеюсь В ближайшее Время Я получу Через Своих Друзей Подтверждение Всех Данных Не только Такие Документальные Вот Просто Я взял За собой Чтобы Тех Типа Заявление Светлана Левашов Типа Слухи О моей Смерти Сильно Привлечены Вот Кто-то Может Такое Взять И писать О человека Имени человека Я понимаю Что У этих Сволочей Нет Совести Чести Но Хоть что-то Должно Быть Святое У них Ничего Нет Святого Понимаете Неужели Этот человек Писал Строки Вместо Светланы Неважно Жива Она Нежива Прекрасно Знал Что это Он пишет Или она Пишет Светлана Вот Так что И когда Друзей Ни одного К сожалению В этой Войне И людей Замечательных Но Опять об этом Мало Кто вообще Знал И слышал Потому что Одного Войне Нет Линии Фронта Нет Врага Который Стоит Напротив Тебя Это Враг Вот Его Нужно Уничтожить Или Ты Уничтожишь Или Он Тебя Уничтожит На Мы По крайней Уже Участвуем Более 20 лет К сожалению Мне не удалось Сохранить Светлану Но Это не значит Что Я прекращу Действия И так Далее Я буду делать Еще больше Еще более Активно Потому что Мне теперь Бояться Не за кого Я никогда Не боялся Но Беспокоился Потому что Последние Четыре года После того Как я вернулся В Россию Наши Кавычки Друзья А сатанели Они просто Стали Пакость И буквально Не давая Возможности Дня Сдохнуть Спокойно То одну Пакость То другую То третью Только разберемся Одно Они следующую Готовят И так Непрерывно Чтобы Не было Времени Что это Делать И так далее Но все равно Несмотря на то Что Нам создавали Проблемы Не только Последние Четыре года Просто Последние Четыре года Особенно Сильно Активно Нам проблемы Создавались Уже 20 лет Начинались Еще С Советского Союза Когда я Только Начал Свои действия Осмысленные Осознанные Вылупившись Из собственного Яйца Начал Собрать Понимать И начал Действие Вот с этого Момент Начали Проблемы Создавать Я Об этом Писал И опять Таким Мне Подтверждали Потом Люди Из тех Жих Систем Что Да Действительно Это Было Что Это Не Является Моей Фантазией Но Кому Считают Что Это Я Придумаю Ну Пускай Считают Я Писал И пишу То Что Я Знаю То Что Уверен То Что Действительно Происходило В моей Жизни А Как Потому Что На Высших Кругах Во всех Страх Прекрасно Знает Не Все Конечно Но Достаточно Знает Кто Я И Что Но Не Спешат Об Это Народовать Потому Что Им Тогда Придется Весьма Туго Потому Что Люди Начинают Задать Вопросы А Вопросы Они Не Любят Отвечать Потому Что В мире Происки Нет В В Верхах Там Тех Мировом Правительстве Светлых Там Единицы Есть Которые Действительно Светлые Находятся Там А В основном Это Действительно Паразиты Которые Захватили И Продолжают Захватывать Весь Мир Но Я Считаю Что Пока Я Живу Я Не Знаю Сколько Получится Мне Еще Воевать Потому Что Опять Так Какое Придумать Еще Оружие И так Дальше Но Неважно По Крайне Пока Я Живу Я Буду Бороться В Любых Условиях И Не Допущу Чтобы Россию Уничтожали Надеюсь Это Получится Благодарю Вас Потому Что Для Меня Россия Это Не Просто Родина Просто Не Потому Что Я Родился В Стране Мои Предки Тысячи Лет Этой Родине Посвящали Умирали За Нее И Мне По Крайне Мере Нет Необходимости Стыдиться За Моих Предков Среди Их Не Было Ни Предателей Родины Ни Изменников И Так Далее Они Служили Родину Я Продолжаю Я Служу Несколько Другом Уровне Не Только Родину Потому Что Я Считаю Убежден Что Если Россия Возродится Она Имеет Все Возможно Для Этого Несмотря На Все Старания Паразитов То Это Не Только Будет Возрождение Россией Это Будет Возрождение Всего Мира Всего Цивилизации И Действительно Наша Планета Выйдет Из той Мертвой Петли В которой Ее Загнали Паразиты И Действительно Тогда Мы Сможем Задохнуть Все Свободно Перестанем Быть Рабами Потому Что Сейчас Мы Все Загнаны В принципе Мы Рабы Хотим Это Или Нет Понимаем Или Нет Никогда Не соглашусь С участью Раба Какую Бо мне Сладкую Конфетку Не Предлагали А предлагали Конфетки Мне Очень Сладкие И Большие Потому Что Кроме Каких-то Там Вещей Типа Денег Там Славы Че-то Че-то Знать Еще Существует Несколько Большие Существует Понятие Совести И Вот Именно У нашего Народа Это Понятие Действительно Существует В реальности Многих Не могут Понять Что такое Русская Душа Потому что У них Даже Понятия Совести Нет Четкого У них Совести И Сознание Это В принципе Почти Одно И то же Но Это Не Совсем Одно И то же А Именно И то Что Имеют Русский Народ И Другие Коренные Народы Вот Мне Некоторые Говорят Вот Почему Вы Говорите Только О Русском Народе Почему Только Русском Русский И Другие Коренные Народы России Почему Я Выделяю Русский Народ А потому Что Пока Еще В нашей Стране Он Является Доминирующим По численности Даже По последней СПР 82% Кажется Русский По национальности Вот То что По любым Законам ЮНЕСКО Если Свыше 70% Населения Страна Одной Национальности Страна Читается Мононациональной Как ни странно Так вот Но Другие Народы Которые Всегда Жили И Боково Сражались С Русами Они Никогда Не были На положении Рабов Мало Кто знает Наверное Что Даже Враги Пришедшие С оружия Нашу Землю И Которые Наши Предки Брали В плен Наказание Было Они Три года Отрабатывали Как Работники То есть Они Становились Рабами Они Три года Работали Их Распределяли В зависимости От добрости Война По Семьям В том числе Погибших Чтобы Измените Было Чем Накормить Семьи И Ели С того же Самого Стола Что И Хозяин В кавычках И Через Три года Врагу Предлагалось Он Может Остаться Жениться Или Уйти К себе На родину И Вы знаете Многие Не уходили Разве Это То Рабство Которым Говорят Люди Которое Было В других Народах Ничего Подобного О чем Это Говорит О том Что Даже Врагов Наши Предки Не Превращали В скотину Не Ставили Ниже Животных Как Это Делают Многие Других Потому Что К ним Относились Как Людям Потому Что Большинство Ну Смотрите Большинство Солдат Если На чем Стол Да И Идут По своей Доброй Воле Они Понимают Зачем Почему Идут На войну Потому Что Им Сказали Приказ И Они Идут Ответственны Ли Они За войну Они Ответственны За то Что Если Допустим Они Сражаясь Убивают Не в бою А Сражаясь Убивают Не сражаясь Убивают Когда Убивают Детей Женщин Таких Подонков Тоже Было Немало Если Знаете Запрошен Нашей Страны Вот Это Подонки Жалости Не должно Быть А Если Воин Сражается В бою И Честно Сражается Он Доста Уважение У него Есть Честь И Порядочность И Вот В наших Предках Понятие Честь И Порядочность Всегда Было Выше Всего Поэтому Наверное Другие Народы Которые Жили В бок Обых С русским Народом Всегда Были Именно С ним И Что Мы Сейчас Видим Последнее Время Что Определенные Силы Те же Самые Паразиты Начинают Этим Малым Народом Которые Вместе В России Живут Начинают Науськивать Натравливать Против Русских Для Того Чтобы Сказать Им Что Вот Ага Вас Притесняют Вас Так Дали И тому Подобное Но Если Мы Посмотрим Что Понесло Какой Народ В 20 Веке Понес Потери Соотносительно С численностью Каждого Народа Живущего СССР То Мы Увидим Что Русский Народ Я Русский Народ Не Разделяю Украинцев Белорусов Русских Потому Что В принципе Правильное Название Для этих Народов Русы То Что Диалекты Существуют Определенные Это Не значит Что это Разно Разделяют Это Лучшие Действия Врагов Разделяя И властвую И не только Разделяют Они Украинская 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 Националистка А вы Скажите Хоть у нее Капля Крови Украинской Есть Ни одной Капли Да Я с Украины Из Днепропетровска Приехал Сюда И вам Хочу сказать Что В истории Сейчас пишут Что Русские Украинцы Белорусс Это Разные Этнические Группы Да это Брехня Да я Понял Я знаю Я знаю Конечно Конечно Совершенно верно Совершенно верно Вот это И хотят Добиться Хотят Натравить Брата На брат Это Дело Не один раз И мы Будем Дураками Если Будем Следовать За этими Провокаторами Тимошенками И И Тот Старин Которые Кричат О Украинском Национализме И так далее И так далее Ведь это Специально Разили Обратите Внимание Ведь Киевская Русь Это Не Украина Киевская Русь Это Русь И Тогда Говорили На русском Языке И так далее И так далее И русский Язык Всегда Был И на Украине Даже Западенцы Там Очень Много Изменилось Но Я прожил Учился И Служил В армии Учился В Харькове Служил В армии В Одессе Под Одессой В Вельчовске И люди Нормально Все Кто хотел Говорил по Украински Никого не запрещали Но Большинство Особенно Естественно Харьков Допустим Тоже сам Крым Ну Побережье Черноморска Это в принципе Русские земли Потому что Даже к Украине Современно Они косвенно Отношения Не имеют Потому что Хрущев Какой же Украинец Или русский Как я Папуас Я похож На Папуаса Не знаю Мне кажется Нет Просто За то Чтобы получить Голоса ЦК Украины Поддержку Он просто Передал Эти территории Нарушив Между прочим Все Законы Конституции Советского Союза Потому что Эти территории Входили Ну Крым И Черноморска Бережья Входили Даже после Образования Советского Союза Входили В территорию Территориальный Состав России А перед этим Еще До создания Советского Союза Крым Русские Большевики В кавычках Передают Другим Русским Большевикам На Украине Территории Харьковской Донецкой Области Потому что У Украины Тогда у Украины Не было Рабочего Класса Как же Можно было Диктору Политерия Обсуществить Если там Вот до сих пор Еще западная Украина Она осталась В принципе Крыться Всеххозяйственная Территория Там неких Промышленных Особо ничего Там нет Все Восточная Украина Так называемая На самом деле Россия Территория России Даже посмотрите Карты Да там люди Жили Которые Говорили на Диалекте Но Этот диалект Отличается От русского Украинский диалект Очень незначительный Мой прадед Тоже украинец Так называемый То есть он Говорил на одном Диалекте Ну и что По материнской линии Поэтому я имею Право Говорить Что это Не потому что Я А вот Типа русский Ты говоришь У меня Прадед Был по материнской Линии Украинец Бабушка Украинка Получается И что То есть я имею Право Говорить Не только Не только Понимание Происходить Но и право Говорить За тот И другой Народ Это Единый Народ И вот Нас Пытаются Сталкивать Лбами Их тоже Сталкивает Я бы Понимая Кричали Настоящие Украинцы Которые Считают Украинцами Но Как мы Убедились Что Основные Крикуны Это Украинскому Народу Имеют Такое Отношение Как Я К Папуасскому Поэтому Нельзя Допускать Еще один Момент То что Может Вы знаете Или нет Исследования Генетически Показали Что Русские Ну правильно Руссы Белорусы И Украинцы Будем Пока Назовать Так Чтобы Генетически Тождественны Друг Друг Нет Отличий На уровне Генетики Значит Это Насаждается Вот Здесь Отличие И Пока Мы Будем Поддаваться Этому Влиянию Паразитов Пока Мы Будем Позволять Им Нас Разделять Они Будут Естественно Творить Свои Грязные Дела А вот Если Мы Не Позволим Это Делать То Ничего У них Не Получится Поэтому Здесь Вот Целый ряд Сайтов Вот К примеру Сайт Полит Клаб Ру Типа Слухи Мои Сверхи Сильно Преувеличены То Сайт Псевдо Сайт Президент Который Создали Зеркальный Сайт Абразиты Тоже Там Потом Рода Ньюз Ру Тоже Потом Лузерс Ру И целый ряд Других Сайтов Просто Я не хочу Перечислять Трать время В Многие Они Печатали Разные Интервью Четыре Разных Светланы Давали Интервью Хоть бы Согласовали Хотя бы Стиль Посмотрели Понимаете Когда человек Пишет или говорит, у него существует свой индивидуальный стиль. Люди же книгу, Светлана, читали, они знают ее язык. Но тут близко не стоял язык, изложение, стиль изложения. Человек не может, как говорится, писать, отдавать интервью по другой манере, как он привык это делать. Понимаете? И что самое забавное, и целый ряд людей клюют на это. Целый ряд людей считают, да, вот мы рады, что... Вот псевдопрезидент сайт. Вот видите, там поставили фотографии Светланы, с интервью, что слухи моей смерти привычны. А это забавно, что вот они, видите, здесь поставили заставки, рядом президент Медведев, потом патриарх, а посредине Светлана. Это была первая публикация, анонс о моей статье «Антициклоны». Первый «Антироссийский антициклоны». Именно вот такая заставка. Они взяли ту же самую заставку, просто вытащили то, что было со мной, и стали Светланой. Кто не видел, посмотрите и увидитесь. То есть понимаете, на что идут? То есть даже, как говорится, создают зеркала, псевдозеркала реальных сайтов. Поэтому, вот вы, кто увидит такие, так вот вы спросите, те, кто, администратор их сайтов, кто это сайтов владельцев, размещают такие статьи. Вопрос, на чьей стороне? Хороший, да, вопрос? И некоторые из них имеют имена там родноверы и так далее, и тому подобное, и славяне, и тому подобное. Вопрос, а почему, если они такие, говорят, что я на своем сайте вру, все, а вот они знают гораздо лучше, чем я сам о том, что произошло? Как вы думаете, это те сайты, которые несут знания пробуждения людям, за кого они себя выдают? Не думаю. Поэтому вот по делам и судите их, правильно? Вот, пожалуйста. Сразу вся, как говорится, все Гэ сплыл наружу. Перед этим они прикрывали, что они борются за славянскую идею, за вождение России, кричали, били в грудь себя, что они такие хорошие, пушистые и так далее. А дошло до дела, и тут же всплыли. Сразу. Именно всплыли тогда, когда я поехал во Францию, думая, что там меня, так сказать, перекроют кислород, не упустят обратно. Меня предупреждали не только об этом. Меня предупреждали друзья из определенных систем тоже, которые соратники тоже есть. Предупреждали, что не езжай туда и так далее. Я сказал, все равно поеду. Меня там предупреждают, что меня пасут и так далее. Ну, пускай, по сути, на нас там всегда пасли. И что они и выпустят из страны. Ну, видите, я приехал. Меня предупреждали, что при въезде в страну меня пытаются не впустить. Ну, знаете, методы, типа, наркотики подбросить, что-то еще, как принято обычно, и объявить тебе, что ты вот, типа, наркоделец такой едешь. Ну, видите, я приехал, и ничего не прошло. Есть у меня методы, как это добиваться. И даже если в каком-то головах это было, это ничего не изменило. А не сделать то, что было нужно. Это своеобразный метод защиты. Это не нападение, а защита. Поэтому теперь могу сказать следующее. Что бы враги не делали, они уже, так сказать, не смогут ничего изменить. Не смогут облить грязи. Ни меня, ни Светланы. Что бы они не поливали. Мне это раньше особо не волновало. Типа, что только не писали, что так далее, и так далее, и так далее. Что там было. Просто мы делали, и будем делать. Теперь я сам. Правда, Светлана, скажем так, не совсем ушла, скажем так. Потому что она уже давно, в принципе, ну, она же прекрасно понимала, что происходит. Что вот, когда она уезжала из России в октябре 2006 году, она предполагала, ну, вот я буду туда-сюда мотаться, и так далее, и так далее. Еще до отъезда ее во Францию, наш замок, начали создавать проблемы там. И она поехала, ну, через месяц приеду. И видите, 4 года, так сказать. И она вот сейчас собиралась приехать, вот уже готовила визу, чтобы приехать 4 года. И она вот в последнее время мне говорила, дай мне слово, что если что-то случится, ты меня привяжешь к себе. Ну, естественно, слово дал. Конечно, я говорю, что это глупость, что ты говоришь об этом, и так далее. Потому что, ну, воюем-то мы воюем давно. Но в любом случае, если война, то ты не знаешь, что случится в следующую секунду. Вот такая секунда получилась, к сожалению. И если она привязана, я ее привязал к себе, то есть, когда мое время придет, мы опять будем вместе. То есть, она никуда не убежит. И не нужно будет ей искать меня, мне не нужно будет искать ее. Вот. И в любом случае, я буду делать все, что я знаю и могу в дальнейшем, чтобы вернуть ее, несмотря ни на что, неважно, где здесь или там. Потому что, когда мы с Светланой говорили, сколько раз, наверное, вот, ну, говорили, что вот, вот, я говорю, все равно, я верю, что, как говорится, мы победим, что земля очистится от мурази, что это все равно произойдет. Ну, не говорю, неважно, когда мы будем на уровне сущности или в теле. Нет, говорит, сущность, мы же здесь страдали мучительно в этих примитивных, ну, скажем так, пускай не очень прекрасных с точки зрения эстетики телах. И хотелось бы увидеть победу именно в них. Но, но, к сожалению, видите, она уже победу в своем теле не увидит. Надеюсь, я смогу увидеть за нее эту победу. АПЛОДИСМЕНТЫ Но, опять-таки, на войне к на войне. Война еще не окончилась, враг еще лапки не поднял. Хотя, так сказать, ему так делать все равно нечего, он уже обречен. И они это, главное, понимают. Но, понимаете, даже вот удивительная, знаете, как, наверное, бешенство, сумасшествие у них есть. Понимая, что они обречены, понимая, что им все равно нет. Ну, помните, как премьер-министр Израиля заявил, да? Что если что-то с нами, с Израилем, что-то нападет на Израиль, там, Иран и так далее, что мы хлопнем дверь так, что весь мир аукнется. Так, понимаете, при чем здесь весь мир, если, допустим, Израиль будет воевать с Ираном, к примеру, да? Он угрожал-то Европе, между прочим. Когда я был на саммите в Европе, насколько я помню. Вопрос, при чем здесь, видите, члены мирового правительства, которые контролируют, и Израиль в том числе, Витик считает, что они имеют право уничтожать все и вся, потому что им, так сказать, если кто-то им начинает сопротивление, значит, кажут так, как они посмели, как скоты посмели поднять свои глаза, как скоты посмели подняться с колен. Вы знаете, я сегодня не схватил книжку, просто немножко спешил, мне один друг принес книжку. Там весьма интересные фразы, типа, что я потом в следующий раз захвачу, просто сегодня не захватил, а надо было, как раз пригодило бы сейчас. Там в этой книге описывает, автор описывает о еврейском народе, и он что пишет? Что Россия и русский народ будут уничтожены только потому, что они сорвало, то есть Россия и русские сорвали эксперимент. Вы понимаете, какой эксперимент, да? Это революция 1917 года. И что, чтобы доказать, что это не эксперимент вшивый, паршивый, никуда не годный, а что это страна вшивая и народ вшивый, они будут уничтожены. Это написано так. Когда он написал, он сам еврей пишет, о еврейском народе, и он пишет, что многие евреи никогда не просят России, что в ней сорвался их замечательный эксперимент. То есть, если бы положили сотни миллионов и остатки, там написано, примерно так, не дословно, близко к этому, сотни миллионов, и остатки бы были, писали от восторга, что они живут в земном рае, ну, понимаете, в каком земном рае. Мы уже хорошо испробовали, кто жил в советское время, да, этот рай. Опять-таки, рай для избранных был всегда. И так далее. Так вот, если бы это произошло, тогда было бы все в порядке. То есть, эти миллионы, сотни миллионов, миллионы, десятки миллионов, по крайней мере, смертей, жизни уничтоженных, было бы оправдано вот результатом, что мы создали рай на земле. А из-за того, что рая не получилось и не могло получиться, потому что с самого начала это было рабство для людей, уничтожение всех самых лучших, превращение, ломали, как специально людей, чтобы кого-то есть стержень, чтобы сломать, превратить в тряпку и так далее, и так далее. И вот чтобы, когда это сорвалось, то есть получилось, что они получились не победители, знаете, как говорится, победители не судят. Для десятка, сто человек рай построили, уложили сто миллионов, и тогда сто человек хвалили, что вот рай такой замечательный, значит, все в порядке. А когда и даже сто человек не хвалили, что рай замечательный, то получается, что отвечать-то надо. Цель оправдывает средства, их метод был, да? А тут, оказывается, цель-то не оправдывает цель, потому что они же цель не достигли того, чего хотели. И поэтому написано, что Россия и русский народ будут уничтожаться до того причины, что сорвали великий еврейский эксперимент, который планировался распространить на весь мир и превратить весь мир в рабство. Это уже не мои слова, не из моей книги. Так что это не антисемит, а тот, кто писал, хотя он был евреем, писал о евреях. Вот такие вот вещи. Но вот здесь сидят люди и русские, и украинцы, и другие национальности. Вот мы с вами все, получается, в закладе о том, что кто-то придумал в своей бредовой голове сумасшедший эксперимент, который считал, что идеальный, положил десятки, если не сотни миллионов по всему миру, и что оказалось, что это пшик идея. Так она с самого начала была пшик. И вот за это Россия и русский народ будут уничтожаться. Вас устраивает такая позиция? Меня лично нет. Я боролся и буду бороться с паразитами всех мастей и цветов, всех народов, национальности, наций. Потому что, к сожалению, не только, так сказать, избранный народ превратился в паразитах. И в наших, среди наших людей, нашей с вами одной крови, таких паразитов предостаточно. Вот это больше всего обидно, между прочим, что люди променяют честь, совесть, память и честь своих предков. Помните, когда в детстве кто-то игрался в прятки «чур меня». Помните, да, понятие такое? Или уже не помните? Кто-то помнит, да? «Чур меня» – это «Предок, защити меня». Знаете, да? Нет? Вот теперь узнаете. «Чур меня» это «Предок, защити меня». То есть, и вспомните, когда наши воины воевали, они уходили и говорили, что ухожу к своим отцам, дедам и так далее, когда шли на смертельный бой. То есть, для наших предков не было смертью. Они, ну, конечно, они погибали, они знали, что погибнут в этом теле, но они знали, что эта смерть временна, что они вернутся и самое главное для любого человека не предать самого себя, не предать свою честь, достоинство человеческое и так далее. Потому что, если человек предает, он сломанный. А сломанный человек уже потом ни к чему хорошему в другом воплощении не придет. Он останется сломанным рабом в душе. И эта душа рабская воплотится и будет опять рабом, рабом, рабом. Наши предки это прекрасно знали, предпочитали в случае необходимости погибнуть, но не стать рабами. Потому что рабство это то, что страшнее смерти. Потеря чести и достоинства это то, что страшнее смерти. Поэтому наши предки всегда били врагов, били и будут бить. Просто, когда поняли враги, что наши народы невозможно уничтожить так вот в открытой войне, они стали придумывать разные варианты типа геномовицинных продуктов, которых мы уже говорили неоднократно, типа инъекции якобы для того, чтобы защитить болезни, на самом деле, заражающие миллионы детей и так далее. Сейчас придумали якобы профилактику рака шейки матки для девочек, после которой девочки становятся стерильными и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть это война. Просто люди в самотоке житейское не замечают этой войны, думая, что раз пушки не стреляют, значит, все в порядке. Но это не так. Поступил там ряд вопросов, постараюсь отвечать по мнению возможностей. Ну, здесь спрашивают, что сделать, чтобы уцелеть в катастрофах катаклизмы, которые произойдут на Земле в ближайшие полгода. Жить и бороться. Как вы относитесь к группе «Кристалл»? Я эту группу не знаю, поэтому ничего сказать не могу. А что касается катаклизмов и так далее, ну, во-первых, они еще не произошли, и надеюсь, если катаклизмы искусственные, то с ними можно побороться, если катаклизмы природные, с ними тоже можно побороться, и надеюсь, успешна будет борьба эта. Но об этом, конечно, не будут кричать в газетах и тому подобное. Даже вот то, что мне сообщили, то, что пока я отсутствовал, лежал во Францию, весьма, кажется, радостных событий, как понимаете, да, тут же на телевидении выскочили и начали говорить, что летом что-то, что было, это связано с активностью Солнца повышенной. Вот понимаете, я вот не понимаю единственное, что людей, которые все эту ахинею действительно слушают, от людей, которые называются учеными, которые такими не являются. А то, что он натянул погон, генерала какого-то или там науки, это не значит, что с генералом встал. Так вот, солнечная активность, ну почему-то солнечная активность выжигала только центральную Россию, да? Вот только взяло Солнце такое, ну, не знаю, как сказать, хитрое, я не знаю, как выразить, и всю свою солнечную активность собрала и направилась выжигать и выжигать центральную Россию. Ну, извините, я, конечно, не знаю, кто говорил, я не член Академии наук России, наверное, академик рано выступал, мы сейчас школьные с камней знают, что, когда солнечная активность наступает, во-первых, циклы 7-летние, 11-летние циклы, то это касается всей планеты, это нет избирательного влияния, вот в России это выжигает, а в соседних странах она не выжигает, ничего. Вот понимаете, но самое смешное, да сколько люди прозомбированы, стоит им по ящичку увидеть комментарии ученого, который говорит такие слова, и они начинают верить этому. Но они же мозги свои, я понимаю, что не все, допустим, хорошо школу физику изучали, сдали и забыли, как говорится, но элементарные вещи, чтобы понять, что солнце не может избирательно выжигать только Россию, если активность, то она будет, потому что когда в 2003 году ожидалась вспышка миропочевы нашей, американские и другие ученые ожидали, традиционно была реальная активность и ожидали, что солнце придет в фазу сверхновой или мининовой. У меня есть статьи по этому поводу, не мои статьи, то есть не я печатал эти статьи, в которых четко писалось, что ожидается небывалое активность солнца в связи с приближением планеты Икс и т.д. и т.п. Активность солнца растет и на 2003 год ожидается минимум мининова, что-то мининова объясню, кто не знал, мининова, это когда в короткое время возникает колоссальная вспышка на солнце, миллиарды, десятки миллионов, миллиарды раз сильнее, чем обычная света солнца. Ну, как понимаете, что если такое произошло бы, то на дневной части планеты, конечно, не вся планета, все океаны, вода во всех озерах, реках, морях и океанах мгновенно бы испарилась. Ну, естественно, испарилась и другое. И те, кто были на ночной части планеты, сварились бы так же, как и все остальные, которые на освещенной были. Это мининовые. А если сверхновые, это просто смело бы спило все и вся. Но там не говорили почему-то, что это будет направлено только против России. Забавно, да? А наши гаврики додумались до того, что сказали, что вот солнечная активность привела к тому, что в России сейчас летом горело все так и нагорело. Но ввесе того, что на самом деле, кто не читал, почитайте в статьях газеты, оригинальной газеты «Президент», где там две статьи было напечатано или все это детально описано, которые, как ни странно, никто не посмел опровергнуть. Ни один официальный источник не сказал, что это бред, не американцы. Ведь вы думаете, американцы не читают мой сайт? Еще как читают. Почему же они так не возмутились, ни разу не возмутились? Почему? Потому что им-то сказать-то нечего. Потому что там правда, и они это прекрасно знают, в отличие от других. Поэтому, так сказать, катаклизмы, надеюсь, если их будут, то мы с ними справимся. Следующий вопрос. Ну, здесь блокировок в конце встречи я это сделаю. Где-то пожелают блокировки снимутся. Но здесь опять-то многие вопросы связаны с другими вещами. Но я бы хотел бы больше сегодня именно поговорить о том, именно о Светлане. Потому что, к сожалению, ее встречи с читателями уже никогда не произойдет. Как бы люди не просили, многие спрашивали. Поэтому на вопросы обычные связанные с нюансами некоторыми и так далее, я все-таки постараюсь отвечать потом. Потому что я думаю, сейчас это не столь важно. Просто хочу сказать следующее. Вот многие думают, что типа вот понимаете, то, что я начал писать о Светлане в послесловии, очень многих удивило, как я понял. то есть многие стали читать и удивляться, а как же мы это не знали и так далее, и так далее. Так вот, я могу сказать следующее, что она всегда была и есть, потому что для меня она не стала не исчезнуть. То есть исчезла только погибла ее часть. Вот. Хотя бы я бы почитал, чтобы эта часть не погибала. Но что хочу сказать, что она всегда шла в ситуациях, но ситуация была десятки, сотни ситуаций, супер критические. Когда провокации делались и так далее. Я во всем это буду писать в основу своей автобиографии, потому что в своей автобиографии я пишу о нашей совместной жизни, и так далее, что происходило, потому что все это было припредено более подробно. Но могу сказать следующее. Могу сказать следующее, что с первого дня, когда мы познакомились и дальше, у нее никогда не было как бы сомнений или как бы сказать сетования то, что она так по-глубому связала со мной свою жизнь. Наоборот. она каждая, то, что гадости сделали, сколько их делали, очень много, и даже не всех я буду писать в нашей автобиографии, я буду писать о таких по крайней мере забавных, интересных моментах с точки зрения читателя, потому что пакости творилось столько, что трудно представить. И сколько раз приходилось идти навстречу, где там были враги, где не знало, вернется на живой или нет, сколько иголок с ядом она получит в спину в это время и так далее, будет или не будет яд в чашке кофе, который подадут, взорвут или не взорвут в машину, в которую мы едем, потому что не один раз были подложены взрывные устройства машины. Ну, знаете, хотя я говорил выходи ей, что она выходила из машины, ну, понимаете, да, ну, какой смысл если залетим в моем месте, но она ни разу не вышла. То есть, понимаете, и не значит, что она хотела умереть, что не боялась, просто для нее было гораздо более важные вещи, что она не хотела показать, что как бы страха у нее не было внутри, она все равно не показала этого врагу. Никогда. Поэтому, так сказать, она действительно была воином, в полном смысле слова, воином, который, так сказать, воевал и сражался до последних минут. Когда она погибла, единственное, что меня утешает, то, что она не мучилась, смерть была мгновенной. То есть, шок, теряется сознание, и потом уже человек в течение нескольких минут умирает, не приходя в сознание. Это не утешает, потому что мучение было бы, конечно, она не слушала хотя бы мучения, хоть это было не положительное, а утешительное событие. Но вопрос, если бы спросить ее обратно, захочет ли она если бы вернулась бы, она бы пошла по другому пути, она бы сказала, нет, если бы мне пришлось идти, опять я бы шла тем же самым путем и делала все то же самое. Потому что она действительно войн, она действительно была валькирией. И не только валькирией, она действительно была дарой, несла много чего людям, и, к сожалению, очень много не смогла еще завершить, потому что незадолго до ее гибели мы говорили о том, что о ее планах, и она говорила, вот, она нашла очень много документальных материалов, около двух тысяч фотографий и так далее, и так далее, для своей следующей книги «Дети солнца». То есть фотографии сохранились, естественно, но уже книгу она не напишет. То есть она, несмотря на все пакости, предательства, которые проходили постоянно вокруг нее, все равно относилась к людям открыто. Только в последнее время она мне сказала «Единственное мы верим, это тебе». Но при всем при том, она не закрывала открытость к людям. Потому что наша философия такова, что пока человек не сделал поступок, его нельзя за это наказывать и судить. Даже если не в голове есть. Нельзя заранее вот этот человек завтра сделать пакость, чтобы он не сделал завтра пакость, его нужно сегодня понимать, да? Наша философия, может, с одной стороны кажется идиотской, ну это кому право, каждого права считать. Наша философия такова, что человек имеет право в последний момент и возможность в последний момент придумать и сделать как достойно. Только когда он начинает действовать, уже не планировать в голове, только тогда мы имеем моральное право вмешиваться и останавливать. Потому что вот право человека сделать правильно, никто не имеет права отнять. Вот такая философия у меня была, такой же философии привелась и Светлана. Да, это можно было, конечно, сказать, а почему не увидели предательства? Это многое видишь. Только всегда даешь право возможность человеку быть человеком. Вот когда он потерял это право, тогда и я, и она считали, мы имеем право действовать. И опять-таки мозги просканировать не проблема любого. Те, кто меня знает, это прекрасно знают, хорошо, когда общаются, это не проблема. Но я никогда не делаю это по одной простой причине. Каждый человек имеет право на свою частную жизнь, в том числе и создание свое, чтобы никто не лез ему в голову. И я считаю, только в случае, если я получаю сигнал опасности, не только мне, вообще исходящую опасность, вот лавлю, вот тогда я считаю, имею моральное право полезть в голову человека и узнать, что же в нем там сидит. Но опять-таки это не значит, что тут же действует, вот человек думает, планирует и так далее. Вот пока человек не начинает действовать, я убежден, нельзя его решать право поступить правильно. Кому-то, может, философия такая не нравится, но это философия, которую я для себя избрал. И мне кажется, она с моих позиций и обоснований единственный правильный подход. Потому иначе кому-то не понравилось это, да пускай что угодно человек думает обо мне, что я придурок, маразматик, шарлатан, проходимец. Нет этого ни тепло, ни холодно. Потому что я знаю правду, а это человек или просто невежда, или другое. Но мне это не волнует. Что человек думает, как он поливает грязь, если у него в главе есть, это его право. Право человека иметь собственное мнение, которое расходится с моим том числе. Это право. Но действовать можно начинать не только тогда, когда человек приходит к действию. Вот тогда уже извините. Тут уже никаких реверансов, никаких свищуканий уже не будет. Война есть война. Последнюю работу, которую очень важную мы провели со Светланой, как раз было в конце октября, за недолгой смерти. Это несмотря на то, что она была, в принципе, ее долбили, она не в лучшем состоянии была, предательство подруги было последней, которая для нее была очень тяжело, потому что подруга ее предала так неожиданно очень сильно. Ну, поговорили кое-кто с ней, ну, и подруге видно, извините, душа в пятку ушла, чтобы не сказать более резко. И она стала делать то, что ей говорили, чтобы сделать пакость Светлане. Очень серьезную пакость стала делать. Вот, и, естественно, ее нужно было работать, и работа была действительно очень серьезная система черных, очень опасная для Земли, которую они планировали запустить в ближайшее время. И вот она, несмотря на все, несмотря на что перед зимой ее сильно били, она собралась и мы провели работу. Работа была довольно-таки долгая, довольно-таки тяжелая, но несколько часов заняла работа, но мы эту работу сделали, и в конце работы, в конце октября еще одна система черных, которую они держали про запас, была уничтожена. Я не думаю, что у них появится еще много таких систем, потому что действительно была очень серьезная система, и они не приплывали, что после того, мордобитие, которым устроили, что мы сможем что-то сделать. Ну, ошиблись. Мы смогли сделать, и все уничтожено было. Там было четыре кольца иерарха, на нашей земле находящиеся в определенной группе, которые, сказать, за этой системой стояли. Правда, одного пришлось разобраться немножко раньше, пока я говорю, некоторые вещи, многим, конечно, странные, но пока примите как вариант. Но один оказался очень прытким, и он уже проявил себя немножко раньше, когда один из, незадолго до работы, который мы провели за несколько не для того, кому проработает. Мы говорили Светлане по скайпу, и она говорит, смотри, вот за твоей спиной черная тень стоит. Я посмотрел, потому что свою камеру не смотришь, правильно? И с ней увидел черную тень, которая стояла на моей скайпе, пыталась что-то сделать. Ну, когда напали, естественно, сделал. Тому, кто стоял за моей спиной, не очень повезло. После чего, когда мы вышли, вместо четырех пришло трое уже. Вот когда начали работать с темой, но те, за систему наблюдает, естественно, ответственные, они, естественно, начинают потом мешать, что, как же так, их система начинает уничтожаться. Ну, вот, пришли трое, и один из говорит, а, ты, говорит, мне еще ответишь за моего друга. Ну, хорошо. Ну, после работы он присоединился и с с ней друг к его другу. Теперь они неразлучны. Вот. И думаю, не потому, что, так сказать, что-то крутое и так далее, просто, понимаете, когда ты воюешь неприятно почти 20 лет и воюешь не по-нарочному, то есть, это как один раз по приезду сюда у меня была одна встреча там в центре Москвы, там несколько человек было, и там начали то-то, то-то говорить, и я, знаете, вот не люблю, когда люди выпендриваются, говорится, там каждый начал говорить, я такой-то, такой-то, у меня такой-то титул такой-то, я сделал то-то, 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 я послушал, когда очередь до меня дошла, я говорю, вы знаете, я то, что восстановил озонный слой планеты, я то-то, 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 все так, шых, там один парень, который сел сбоку, тут же делали перерыв, на дежуре, там тоже было, помните, хорошо, и мой друг был, Александр тоже здесь, на этой встрече, а там был один молодой парень, который сел в углу якобы ни при чем здесь, понимаете, да, и тут тот же, как говорится, ведущий этой встречи просил перерыв, вы не могли пройти в мой кабинет, в кабинет, ну, хорошо, давайте пройдем, он провели, провел, а вот там сидел как раз тот молодой парень, который сидел там, который сбоку сидел, он потом вот тот, который прорезал, вышел, и тот парень говорит, ну, вы знаете, типа, вот есть другие методы, вот вы группу М такую знаете, ну, видно, в России есть такая группа, я говорю, нет, ну, как у меня, таких тысячи группы, мне, ну, он читал, ну, вот вы рассказывали, а вот если бы вас ударили с того уровня, типа, ну, я говорю про иголки и тому подобное, взрывы и тому подобное, вот здесь в того уровня, я говорю, молодой человек, да, меня начинали бить как раз с тех уровней, столько били, что вам даже не снилось, то есть, понимаете, те варианты, которые люди, многие понимают, они понимают действительно весьма узко, с точки зрения своего опыта, не допускают, что кроме их собственного опыта существует другой опыт, и то, что, допустим, не пришлось, и потом, вместе в прошлом пройти за эти годы, почти 20 лет вместе, это, поверьте, опыт очень большой, и приходил страх с такими ситуациями, что просто, если объяснять, многие из них, даже для нас, к которым мы привыкли, к разным таким, неожиданностям, для нас выглядел, ну, как мы так, мягко говоря, странно, потому что, если бы, скажем так, некоторые вещи, которые бы происходили со мной, я бы услышал сам лет за 5-6 до того, как, если вернулся бы послушать или перенес все в будущее, послушался себя, мне было бы странно слышать такие вещи, ну, потому что, когда ты с ним не стал, когда ты не знаешь, когда ты знаешь только от сель до сель, то и понимание-то как раз-то лежит в пределах от сель до сель, а то, что за пределами от точки А до точки Б существующая бесконечность, и это бесконечность действительно, как сказать, бесконечность в том понимании, как знак, вы знаете все, Но то, что каждая такая бесконечность, которую он нас называет, она, конечно, как ни странно конечна. Но то, что пришлось нам столкнуться, с чем мы пришли столкнуться и непрерывно сталкиваться, это действительно реальная война, война серьезная на всех уровнях. Не на одном, только физическом уровне, который, так сказать, между прочим, активности меньше всего. Потому что физический уровень – это верхушка Альбер, которая такая уже завершающая фаза. А другие уровни, как раз, все и происходят. Поэтому 20 лет войны, они из 20 лет войны, которые дали опыт. И, наверное, если бы не было опыта, если бы в самом начале меня не пытались уничтожить, то бы не было возможности, допустим, придумать и реагировать быстро. Потому что в некоторых случаях оружие, которое применили на Светлане, которое на мне применяли потом, оно убивает в течение тысячной доли секунды. То есть идет низкозвуковой сигнал, который просто в резонансе с клетками, и клетки разрушаются. Мозг, например, как мне начали разрушать мозг сигналами или в сердце. Обычно бьют настроены на четыре резонанса частоты – на мозг, на сердце, на печень и селезенку. Почему? Это смертельный удар. То есть разрушает те центры, где скоплено собрание крови. То есть мозг, кровоизлияние мозга, сердце, понятно, печень тоже и селезенка. Разрушает, то есть если они ударят по этому, человек 100% труп. Действие идет в течение тысячной доли секунды, если не меньше. И вот представьте, что нужно это понять, среагировать и нейтрализовать, и создать противозащиту. С какой скоростью нужно сделать работу, правильно? Ну, мой предыдущий опыт в этом плане помог, потому что, если бы не было предыдущего опыта, конечно, чтобы справиться так быстро с проблемой не было возможности. Поэтому я всегда шутил, битье определяет сознание. Потому что когда бьют, нет выбора, ты должен действовать быстро, оперативно. Если не будешь действовать быстро, оперативно, то ты будешь труп еще быстрее, чем то, что я говорил. Поэтому опыт и войны, ну, к сожалению, видите, нашли враги одну узенькую лазейку, которую просто невозможно было учесть. Я просто не слышал, не знал о том, что существует такой метод. Если бы хотя бы слышал об этом, если бы я знал, что такое... Потому что в моей мозге я не могу придумать убийство. Вот, знаете, вот я... Придумать, как кого-то убить, ну, не работает мозги, наверное, такой тупой. Что ж поделаешь? Не работает на уничтожение никак в моей мозге, на созидание только. Ну, конечно, когда я что-то узнаю, уже тогда можно что-то сделать. Так вот, если бы я хотя бы знал, что именно это оружие существует и можно применить, естественно, бы ничего не произошло. Но, к сожалению, я узнал об этом оружии несколько поздно. Но, тем не менее, хочу сказать следующее, что вопрос в том, что нужно ли бороться, конечно, нужно. Потому что, несмотря на потери, я буду бороться дальше, несмотря на то, что убили самого другого мне человека. Я буду бороться. И она бы боролась, если меня убили бы. Вопрос, стоит ли бороться вам, не только здесь сидящими и так далее. Или нет, это уже решать вам самим. Но вы знаете, так сказать, помните, я приводил мультфильм, про пример из мультфильма, с детства такого, в окна 39-ом царстве, когда двое из родца были, помните, да? Когда он хочет мороженое, пирожное и так далее. Они начали ему представлять, только все сами же и ели. Вот так, что вы и есть за меня будете. Ага. Помните, да? Так вот, те, кто будет сидеть со стороны, они недостойны, чтобы в будущем быть, понимаете? Потому что они чуть не лучше тех же самопаразитов, которые творят. Потому что именно вот безразличные или те, кто считает, что моя хата с краю, вот пускай кто-то другой погибает, пускай другие кладут своей жизни, то не ради них мы сражаемся. Да, конечно, никто их не будет уничтожать и так далее, и так далее. Мы сражаемся с Светланой и боролись, и будем бороться. Именно для того, чтобы за тех, кто как раз-то встает с колен и не хочет больше стоять на колене, чтобы дети потом, будущие, рождались, чтобы они были свободными, чтобы не было ментализма рабов, которые вбивают в детство. Самый последний случай, который мне человек сказал, когда он написал, вернее, что один, прочитав, как влияет слово «рус» на людей, он попробовал на себя, просто вошел в состояние и сказал «я рус». И он мне написал, поверьте, я чуть не умер реально, и почувствовал, как с меня содрали какое-то такое одеяло, с кожи сдирали. Представляете, даже одно слово, как влияет на человека, когда мы говорим, что «я рус», или «я рус» среди женщин, оно оказывает на человека огромнейшее влияние, то есть он освобождается от многих блокировок. И это действительно реально. То представьте, если человек, проснувшись, будет действовать. А ведь, извините, если мы сейчас, даже если... Ну, вот, к примеру, когда в 2009 году кричали, что не будет урожая, помните, да, что заливает все, ну, и что будет повышенный цены на хлеб, ну, сделали, я поработал так, что урожай получил самый богатый за 15 лет. Предыдущие по 15 лет, по 91-м, когда то же самое сделали в Советском Союзе. Самый лучший урожай собрали. Скажите, цены на хлеб понизились? Нет, цены повысились. Вопрос, видите, даже если я что-то буду, или мои друзья, мои сратники, будем делать такого, пока будет сидеть система паразитическая, которая будет повышать цены, когда собирают урожай больше, вам, людям, которые живут на этой планете, станет легче. Понимаете, я не могу за вас, я могу за вас, допустим, уничтожить врагов, могу сделать такие вещи, но за вас я не могу принимать решения, это ваше право. А пока вы будете пассивны, ну, бесполезно это делать. Невозможно сделать человека счастливым, если он сам палец о палец не ударит. Счастье заключается именно в том, что человек действует, творит. А сидеть в море и ждать погоды, извините, такого никогда не будет. Погода никогда не будет. Крайне в России это точно. В каком понимании смысле слова. Поэтому именно только если каждый человек на своем месте будет активным, я просто один пример могу привести. В одном небольшом городе, я забыл название, родители детей погибших от наркотиков, решили заняться этим делом серьезно. Что они сделали? Обратили их к жителям своего города, чтобы их избрали при осознанных выборах в местные власти в своем управлении. Ну, управление, так? Они стали мэрами и так далее, и так далее, и так далее. И вычислили всю милицию. То есть поставили людей честных. Изгнали из города цыган, который занимался наркоторговлей. Всех взяточников, которые на наркоте этой самой сидели. И вы знаете, в городе исчезли наркотики. А до этого была милиция, и все, и так далее, и так далее. Пока у человека будет сидеть, что он может взятку взять, отстегнули ему те же цыгане, за то, чтобы он заснул, не увидел ничего, да? И он не смотрит, закрывает свои глаза. А вот когда люди взяли и начали действовать, город очистил наркотиков. То есть дети перестали умирать от пиродизировок, от наркотиков. Понимаете? Много можно сделать. Но вот, извините, американцы говорят, это нехорошая поговорка. Можно привезти лошадь к водопоя, но не заставить ее пить. Так и здесь. Можно много создать условия, можно дать информацию, понимание и так далее. Но люди должны сами понимать и сами делать выборы. Сами должны делать выборы. Выборность, что-нибудь делать. Совесть в них есть или нет. Поступать по совести или поступать удобно, выгодно. Понимаете? Я в своей жизни всегда поступал по совести. Потому что если поступать мне выгодно, поверьте бы, я бы, меня бы те гаврики не трону, и наоборот бы оберегали, чтобы, не дай бог, что-нибудь не случилось. Потому что я бы тогда работал на них. Понимаете? Мне даже предлагали, когда я сказал что-то, мне сказали, а вот ты типа возьми, согласись, ну не делай. Ну типа такого. Что ж такого плохого? Я говорю, как же так? Если я дал слово, я не могу обманывать. То есть я, если я согласился, значит я должен действовать. А если будут, это же, они тоже не дураки. Один раз скажу, не получилось. Второй раз не получилось. Третий раз не получилось. Четвертый раз. Каждый раз придумать историю, там же тоже не дураки. И это неприемлемо. Потому что если я согласился, значит я согласен. Значит я должен отвечать на свое слово. Поэтому каждый человек должен именно, с моей точки зрения, обращаться к своей совести. Не то, что выгодно, а то, что правильно это или неправильно. И искать резонанс именно внутри себя. Не с меня сторонней и так далее. Ну конечно, кого-то будет резонанс, конечно бы, конечно взять взятку, дать взятку и так далее. Значит такую судьбу себе человек избрал. Но если другие выберут себя другой, жить по совести, то я думаю, что многие вещи бы прекратились даже в нашей стране, даже при сегодняшнем состоянии дел. Потому что во многом мы виноваты сами тоже, с моей точки зрения. своим бессилием, или не бессилием, а бездействием. Вот в этом плане, знаете, вот мне всегда напоминает некоторые фильмы ужасов, которые мне приходилось видеть. Там пока маньяк какой-то убивает людей, да? Все видели такие фильмы? Все, да? И помните по сюжету, там маньяк начинает похвольствовать своей жертвой, и жертва падает ниц, и начинает просить, не убивай меня, или ой, и закрывается руками, парализованный и так далее, ничего не делает. И когда-то находится какой-то герой, пускай там хрупкая девушка или паренек, который начинает бороться. И вот интересно, вот когда начинают бороться, те, кто начинают бороться, они побеждают маньяков. Во всех фильмах такое было, правильно? А все, кто падали ниц, просьбы пощады, что они жить хотят, и так далее, которые не боролись, погибали. Вопрос. В жизни нашей такая же ситуация. Паразиты, те же самые маньяки, которые, правда, не подходят с кинжалом и не режут на кусочки, хотя тоже бывает, но они такие же маньяки, только другого плана. И вот если мы, каждый из нас, будет жертвой, то мы никогда ничего не добьемся. Единственный вариант нам встать с колен, это перестать быть жертвами. Хватит быть жертвой. Это мое убеждение. И надеюсь, кто услышал это сегодня в зале, или вообще, кто услышал это, когда посмотрят, поймут, что нельзя, но можно сделать многое, но если человек не будет действовать конкретно, на конкретном месте, на своем месте, по совести, и жить по совести, ни к чему хорошему не придет. Можно выбрать паразитов, которые сейчас существуют. А скажите, что будет после этого? Вместо них будут другие паразиты, которым очень понравится то, что было у предыдущих паразитов, и будут делать точно так же. А их убрать, что будет? Опять и опять. Поэтому, почему то, что мы начали делать со Светланой, и теперь буду продолжать я один, ну, в принципе, вместе с ней тоже, потому что рядом все равно, все равно. Это, чтобы пробудить людей, чтобы люди почувствовали, узнали правду, чтобы эта правда вошла в человека и срезонировала с ним. И вот, когда человек проснется, и когда люди проснутся, когда таких людей станет много, вот тогда паразитов уже не будет. Тогда, когда уберутся паразиты, новые не придут, потому что, ну, они, может быть, захотят прийти. К сожалению, паразиты существуют в любом народе. В каждой семье можно найти такого паразита, в большей и меньшей степени, наверное, каждый из вас может это сказать на своем собственном опыте, так? Но паразит действует, пока ему позволяют действовать. А если, так сказать, паразиты будут останавливать сами люди, то не получится. Так вот, самая главная задача вот сейчас продолжает быть пробуждение и говорит, вот нужно действие. Так действие очень много происходит. Просто об этих действиях особо не кричится на улицах и средства массового оборудования особо не сообщают. Но самое главное, с моей точки зрения, именно то, что вот, то, что я читал, вот люди присылали соболезнования и так далее, что они наоборот, после того, что случилось со Светланой, наоборот, они будут действовать еще больше. А наоборот, теперь они будут еще не, если при этом встали в стороне, вот теперь они включатся на всю катушку, чтобы действовать. Вот, вот этого враги боялись. Они думали, что будет наоборот. Они думали, что все превратились в трусливых рабов, как шакалы, поджимающие свои хвосты. Ошиблись. Среди русов все-таки есть немало людей и, наверное, будет еще больше и больше и больше, которые все-таки станут своих колен и заявят город, что мы люди, а не скоты, что мы у нас все человеческое стоимость, не позволим его топтать в грязь. И вот наша задача, и вот то, что делает движение, в частности, именно заключается в том, чтобы донести для людей правду, но за правду комитет убивает. Вопрос, стоит ли прекращать бороться, если за правду убивают? Нет. Потому что невозависимо с того, что если бороться или не бороться, то все равно будет гибель. Так вот, по крайней мере, если бороться, то есть возможность, чтобы этого не произошло, и чтобы этих паразитов скинуть и убрать, чтобы их не было никогда больше на нашей прекрасной земле. И тогда, если не мы с вами, сами, то наши дети и внуки будут жить свободными людьми, не знающие такое, что такое унижение человеческого достоинства, не знающие того, что кто-то будет говорить, что ты скотина шестнадцатого сорта и тому подобное, и тому подобное. Вот наша задача именно это. А другие вещи тоже делаются, но без пробуждения людей, без того, что люди не поймут, почему и зачем нужно что делать, бесполезно что-то делать, невозможно. Я, по крайней мере, в этом убежден, потому что практика показывает, двадцатилетняя практика не так уж мало, да, показывает, что пока человек, когда пробуждается, когда у него появляется понимание, когда он понимает, зачем, что, зачем, почему, по крайней мере, в этом случае он имеет, получает право и имеет право сделать самостоятельно сознательный выбор. В какую сторону он выберет, это его право. В одну сторону, в сторону со света и в сторону тьмы за него никто не решит. Это человек сам должен решить. Но он должен понимать, а не быть слипым котенком, которого гонят, и он не знает, куда его гонят. Вот если человек сам решил, что хочу быть на стороне тьмы, образа, скажем так, это его право, он уже сознательно сделал выбор, и он уже отвечает за свои поступки. Если человек сказал, я выбираю свет и прошел по более тернистому пути, сложному, то это опять-таки его решение, а не что это решение, не мое, не дядя Пети, не кого там другого, а его собственное. И вот когда человек сознательно будет действовать так, уже тогда человека, людей нельзя остановить. Тогда уже не будет возможности у паразитов манипулировать сознанием людей. Их нельзя запугать, потому что люди знают, ради чего они живут, ради чего борются. Пока нет смысла жизни, пока нет смысла, ради чего человек должен жить, человек превращается просто в маринет, который управляет эти паразиты, потому что ему начнут подсовывать блага. Типа того, что вот кусок хлеба на стол, работа, с которой нужно дрожать, чтобы, не дай Бог, не уволили, и остается без ничего. муж, жена, дети, и вот весь смысл жизни. Но чем мы тогда отличаемся от муравьев? Вы хотите быть муравьями? Нет? Даже если кто-то будет там полицейским, солдатом, или даже королевой, это все равно муравьи. Та же самая королева, царица муравьина, она без, ничего себе не представляет без всех остальных, потому что она является частью общего организма, надорганизма, так называемого. И хоть она статус королевы имеет, кроме кладки яиц, она ничего не делает. Вот и все. Кого-то, какая-то из этих функций радует сидящий в зале? У меня лично ни одна функция не радует. Ни трудни, ни королевы, не рабочие лошадки и так далее, муравья и так далее. Все они рабы. Да, пожалуйста. Николай Викторович, моему сыну 9 лет, он уходит в школу, по истории спрашивает, кто там у меня с Владимиром. Он говорит, он был родом, он всю правду матушку рассказал. Учительница в шоке вызывает маму, говорит, где он такое читать, что он делал? А вы... Страшнее будет с динозавром. Конечно. Вот надо какой-то реальный источник, поэтому я же славянские веды ему рассказываю, все он читает. Ну, именно документально, чтобы это было обосновано хотя бы для детей. Понимаете? Дело в том, что, понимаете, здесь, к сожалению, пока существует система, о которой мы говорили, будет именно... Я специально взял в своем главе в этой биографии, разложил по датам, которые официально история приводит. Так, согласно этой официальной истории, князь Святослав должен зачать своего сына Владимира 8 лет от роду. Я, конечно, не знаю. Может, в то время были такие гиганты, что мальчик 8-летний зачинает ребенка и потом еще двоих в течение там через некоторое время и так далее. Да-да. В хрестомате у нас в украинской литературе есть прямо родословная вся. Его идиоты. Получается, там у него написано от Малуши, это приемный сын. Нет, нет, там пишется, незаконный сын, это разные вещи. А вот там написано, именно что он приемный сын. Нет, дело в том, что все правильно, там тоже не совсем лгут, потому что тогда имели право князья, даже незаконных детей, сделать приемный, так сказать, сделать законными наследниками, что Святослав и сделал, между прочим, к сожалению. Хотя он не был, это по истории пишут, на самом деле это ничего не было. Просто они, видите, манипулируют фактами, псевдофактами. Потому что если бы он опять-таки, да, он мог его усыновить, как своего, ну, незаконнорожного сына, он его установил, сделал приемный сын, так сказать, вариант такой. И потом на княжество посадил, самое крупное, между прочим, канистранное, вопрос заключается в том, что хорошо, но опять-таки, это не исключает то, что если года рождения Владимира, князя, так называемого, и Святослава написаны в том же учебнике истории общей. И здесь, наверное, не нужно быть великим математиком, чтобы поднять от одного до отрождения другое, что родился Владимир, когда Святослава было около девяти лет. Значит, зачать он его должен в порядке возрасте восемь лет. Я забыл, может, знаете, сказка царя Султана Пушкина, помните, «Через три дня роди мне богатыря», помните, да? Ну, конечно, он тогда не восемь и начал в девять лет, ну, за три дня родила ему малуша. это. Но, понимаете, факт тот, что они оплошенности делают колоссальные. Ну, подумайте, год рождения отца и сына различается на девять лет. Ну, это абсурд. И это официально печатать в учебниках непрерывно в течение скольких лет уже. Я могу таких абсурдов привести много. Что делать, к сожалению, в ситуации? К сожалению, вашему сыну, как и другим, пока осуществилась школьная программа, которая фальшивая, к сожалению, так? Он должен знать и ту историю, и ту. Он должен правильно ответить то, что от него требует, чтобы получить отметку пять. Понимаете, да? Но прекрасно знать, что это не так. И иметь себе в виду, что это то, что у него требует. Потому что, понимаете, такая проблема, ну, не с таком ракурсе возникла с учениками моментальной школы. Когда дети учились в ментальной школе, стали, кто-то уже был, кто-то стал, потому что зависит от возраста, учиться в обычной школе, и им приходилось слушать объяснение учителей такое, что у них уже уши вяли от того, что они в ужасе были. И они спрашивают, что же нам делать? Получается, что мы должны повторять ахинею, которую учитель, когда не понимает, что он говорит, или что, мы должны отставить с упадением. Понимаете, вы должны прекрасно знать язык, который знает все остальные, то есть понимание знания. Потому что, если вы не будете знать, что знают остальные все, то вы никогда не сможете им помочь. Для того, чтобы объяснить кому-то другому что-то новое, необходимо, чтобы тот, кто слушал, понимал ваш язык. А для этого вы должны понимать язык, на котором говорит тот человек, которому вы объясняете. поэтому я сказала, вы должны получить максимально хорошие отметки по теме предыдущих групп не в зависимости от того, что они ошибаются. Не потому, что это хорошо и правильно, потому что вы должны показать, что вы прекрасно разбираетесь в том, что они разбираются. Мне очень часто приходилось выдерживать диспуты разные с учеными, которые имеют степени разные, от кандидатов докторов и выше. Но, понимаете, я прекрасно понимал те термины, тот язык, которым они говорили. И поэтому не составляло труда им показать все пробелы, минусы и так далее, и так далее, и так далее. И тогда уже тем вынуждены, кто беседовал, вынуждены были принимать позиции, потому что моя позиция была обоснована, и я полностью раскладывал несостоятельность их собственной позиции. Но для этого я должен был задать их позицию тоже, иначе я не смог бы им разложить по полочкам. Поэтому вам нужно будет сказать своему сыну, сынок, вот это правда, но в школе говорят не то, что нужно, но ты должен закончить со школы лучше всех. Ты повторил то, что требует, зная, что это неправильно. Считай, что это ошибочное мнение, как в свое время люди считали, были уверены, что земля плоская и стоит на трех китах. Правильно? Он тебе позицию даже не буду убрать. Я же его понимаю. Понимаете, я его принимаю и согласен с ним. Но здесь, понимаете, к сожалению, общество пока, я надеюсь, что это не будет долго продолжаться, надеюсь, что общество пока еще далеко до всего, что поняло, надеюсь, когда изменится, тогда это будут дети будут в школах получать правдивую информацию, им не нужно будет врать, просто, можно сказать, версия, которая излагается в учебнике, можно сказать так, правильно? Можно сказать так, правильно? Это не значит, что он врет, он просто излагает версию в учебнике и изложит. А если спросить, а ты имеешь свою версию? Он скажет, да, я имею свою версию. Но если он изложит правильно всю версию, они не смогут придраться, понимаете? Потому что, к сожалению, вы знаете, как, к сожалению, сейчас люди обращаются, ага, помните фраза, без бумажки ты букашка, а с букаша человек. Для того, чтобы человека слушали, особенно противники, скажут, а на ком основе ты нам лапшу на уши вишь, у тебя корочка есть? Корочка, все, слушай внимательно твою лапшу. И уже кушает, не важно что, потому что корочка есть. Так вот, к сожалению, мы живем в мире реальном. Люди, так каковы они есть, нравится нам или не нравится. А то, что мне хотелось, чтобы это вот мгновенно вот так раз, моргнул, и все изменилось. К сожалению, это иллюзия, это фантазия, которая нереальна. Люди могут меняться и должны меняться, когда берет время. Поэтому скажите вашему сыну, что версия, изложенная в учебнике, подал вопрос следующий, излагать. Он же не будет врать, правильно же? А свою версию пускай знает, и здесь нужно действительно правильно. И чем больше детей будут знать правду, тем лучше. Тем больше они будут видеть все это фальши, как ваш сын увидел, понял, что это абсурд, и сказал. Просто, к сожалению, врагам это очень выгодно, когда все, кто знает правду, бумажек не будут иметь, скажут, а ты не имеешь права говорить, потому что бумажки не имеешь. Ну, это правда, к сожалению. Это, к сожалению, правда. Потому что эксперт, как он скажет, я эксперт, у меня бумажка есть, что эксперт. И все слушают, не в зависимости от того, ну, типа, ахинею, типа, насчет того, что Россия горела сегодня в этом году, летом, потому что солнечная активность была. Ну, это же действительно ахинея. И все слушали из экрана и записывали. Почему? Человек сказал, что имеющий право говорить, у него бумажечка есть. К сожалению, наш мир построен не только здесь, во всем мире. Бумажка, бумажка, бумажка. Понимаете? И, чтобы действительно донести, нужно действительно действовать грамотно. не просто нигилиистически относиться, отрицать все. Это ложные представления, которые навязываются сознательно. Да, мы должны понимать, мы должны знать, но мы должны их тоже знать детально. Потому что для того, чтобы расплачить и объяснить другому, вы должны детально понимать то, что он знает, чтобы показать ему, смотрите, здесь бам, здесь нестыковка, здесь нестыковка, здесь нестыковка. И если человек хоть чуть-чуть мозги есть, он задумается. А если ему сказать просто вот так наотмашь правду, какая бы она ни была замечательная, человек не имеет смысл стыковки, у него нет мостика, перехода, а той системы, которую вбили в голову, то, что на самом деле есть. Нужно мостики построить, чтобы они соединились, и человек постепенно перешел. Человек не может так раз и принять все правильно, и уже у него все понятно. Ему нужно время и мостики связывать, чтобы сознание могло перейти на другой уровень понимания. Если такого мостиков не будет, то в принципе это пустая трата времени. Поэтому и вашему сыну, всем другим сыновьям, дочерям, кто окажет так подобную ситуацию, я просто рекомендую говорить, это версия учебника. Версия учебника ему дало вопрос гласить следующее. Все. Лжи никого нет. Он излагает версию учебника. И здесь он честный, он не урет, просто излагает то, что требует учебник, но он не значит, что он с этим согласен. Вот и все. И это, думаю, правильная позиция, позволяющая действительно, чтобы действительно ребенок, любой ребенок не чувствовал себя, что он должен врать, искажать, потому что выгодно ему. А потому что здесь ситуация такова, что вот если объяснить, вот так я сказал, что он может с ним объяснить, я думаю, что он поймет и будет делать правильное действие. Потому что он должен окончить школу лучше всех, по крайней мере, не хуже всех, чтобы показать, что он говорит это не потому, что он не хочет знать и не может знать, а потому что он знает больше, чем все остальные вместе взятые. Понимаете? А вот ты скажи поэтому, а я не знаю, я не хочу читать, а поэтому ты их и не несешь любую, потому что ты ничего не можешь, а то, что говоришь, мы не знаем. Понимаете? Это здесь очень хитрые паразиты, продумали множество вариантов, чтобы загнать человека в ловушку, чтобы он открыл рот и ему тут же заткнули. Как в свое время я слышал одну, так сказать, передачу, где, знаете, беседы, там кто-то из ученых говорил о том, что он читает по Ветхому завету, что-то детали не помню, суть не в этом, что он встает в богослов и его спрашивает, а вы кто по образу говорите, что я доктор таких-то наук. А, вы доктор таких-то наук. Вот не лезьте в богословие, типа, понимаете? Оказывается, доктор наук не может прочитать книжку и не может понять, что там написано. Представляете, да? Потому что человек задал конкретный вопрос, что написано в Ветхом завете было. Ему был такой весьма странный ответ. И этот человек скушал это, понимаете? Он сел и ничего больше не сказал. Потому что то сказал доктор богословия. А вы же не специалист в этом деле. Какое вы имеете право сделать выводы? А я бы это сказал на его месте. Извините, а книга для кого? Для специалистов написана? Вот есть книги, допустим, чисто для, допустим, квантовой физики. Многие читают книжку. Квантовую физику, когда-то много ошибок тоже. Много ли читается, собрание приходит, человек достает и начинает читать квантовую физику. И все кивают и говорят, делается такое? Нет. Это для тех, кто занимается разделом науки, узкий круг и так далее, и так далее. Так вот, если богословие только для богословов и Ветхий Завет только для богословов, то кого черта нужно говорить об этом всем остальным? А остальные, если человек умеет читать, имеет глаза, он сам может сделать вывод. Но я бы сделал, даже не так ответил. Я бы сказал, сверху, если хорошо, вы считаете, что Ветхий Завет это что такое? Он бы ответил, что это стрижали, которые были переданы Моисеем, говорящий куст передал Моисеем, стрижали, которые он записал, это слова Бога. Но вообще-то в современном время, если кто-то пришел и сказал, что он побеседовал с кустом, и он куст ему рассказал, что он теперь Мессия, и что все цены должны подчиняться и отдавать ему все богатства, где бы этот человек сейчас оказался? Конечно. Но об этом почему-то забывают даже те, кто сегодня те же самые профессора, почему-то не приходят в церковь и забывают, что а он там беседовал с кустом? Ну хорошо, пускай действительно куст оказался Господом Богом. И повещал Моисеем все что-то повещал. Я бы сказал вопрос, вы считаете, что это слова Господа Бога? Он говорит, да, конечно. Прекрасно, значит, вот слова Бога записаны в Ветхом Завете, к примеру. Согласен с ним? Согласен. Он сказал бы, согласен. А теперь скажите, вы что, считаете Бога дураком? На каком основании вы считаете, что Господь Бог не имел возможности сам излагать свои мысли? Правильно. Значит, вы считаете себя выше Господа Бога и считаете, что вы имеете право комментировать слова Бога? Что там написано вот так, а вот, ну, вы знаете, когда это говорится, это значит вот это, вот это, вот это, вот это. И совсем другое что-то написано, понимаете? О чем это говорит? Что то, кто это делает, богословы, которые все это плетут вокруг, считают себя выше Господа Бога, если считать, что они верующие. Значит, в любом случае они относятся к антихристу по понятиям религией, правильно? Потому что Слово Бога, это Слово Бога, и он выше всех, и ему не нужны толкователи, что он сказал, он сказал то, что хотел сказать. Вот против такого, я не думаю, ни один богослов возразить ничего не смог. Потому что, если он возражает, значит, он говорит, что он выше Господа Бога, потому что Господь Бог дурак, сам не мог грамотно, четко изложить свои мысли, правильно же? Вот и все. Понимаете? Но почему-то этот человек не сказал таких простых фраз, он просто проглотил пилюлю и сел тихо. Потому что большинство людей, если они, даже, они не крайне воины по своей духу, они не могут постоять за позицию, они не могут ответить хамам, хамам, фальсификаторам и так далее, и так далее, манипуляторам. Но это нужно учиться, оно не появляется в один день. Вот кто-то пытался объяснять другим то, что они сами узнали. Как это просто делать? Конечно, нет. Потому что нужно у каждого человека найти то, то живое, за что его зацепить, чтобы он открыл свои шоры и посмотрел глазами своими собственными. И это нелегко сделать. В том-то и дело, что нужно действительно каждому человеку индивидуальный подход, чтобы найти у каждого человека то, за что его зацепить живое. в современном мире, к которому всем плевать на все и вся, это невозможно. И все благие и намерения окажутся где? Как поговорка, благие и намерения дорога в рай вымощена. Помните, да? В ад, извините, в ад вымощен. Ну, рай там у них то же самое, то же самое почти. Недалеко уже друг от друга. Вот, понимаете? Поэтому необходимо воспитывать человека бойцовский характер с детства. Но бойцовский характер не кулаками, а знанием, сознанием. Когда человек стоит удерживать удар, нахальство, хамство, когда, знаете, нападают обычно весьма непорядочно, то есть там ожидать от противника что-нибудь. Будьте любезны, будьте добры, не позвольте мне возразить на ваше несогласие по поводу моего выступления. Я не согласен с вашим несогласием. Понимаете? Никто так не говорит. Чем отличаются вот эти паразиты? То, что они нахрапистые. Они начинают наседать на человека, давить его, начинать его подлавливать. Человек тушуется и выглядит идиотом. Понимаете, я вот наблюдал, как вот такое происходило в свое время, когда я смотрел барьеру, кажется, передача такая есть, была. Да, и там мэр Архангельска выступал, и там он расстрелялся с другим. Как его фамилия? Бронштейном, да. Да. Бронштейном. Хинштейном, да. Хинштейном, ну. И я помню, как тот говорит, а вот вы были, вы были судимы. И тот начинает, да ничего подобного, что вы сплетни собираете, и тому подобное, и тому подобное. Ну, если это был факт, какого черта тянуть резину, отрицать очевидное. И Хинштейн достает бумаги, вот, пожалуйста, документы, вот вы были там, за то, что украли там видеомагнитофон с детского сада, что-то так далее, и так далее. И вот вы сидели там-то столько-то столько. Понимаете? И что там? Нечего деваться. А если бы он был бы, немножко мыслил мозгами бы, или советчик у него бы нормальный, он сказал, да, вы правы. Я был молодым дураком. Позарился на лёгкую жизнь, украл эту вещь, но за это я понёс наказание. И его полностью отбыл. И теперь знаю за своей шкуре, что такое нарушение закон, и что там стоит после следования, и так далее, и так далее. Кто бы тогда победил в дискуссии? Именно потому, что я знаю, и не хочу, чтобы молодёжь нынешняя шла такой же путём, и т.д. и т.п., чтобы делать такие ошибки, и так далее, и так далее. Кто бы выиграл диспут? Хинштейн или он? Он бы. Потому что вот это вот неумение вести дискуссию, полемику, неумение отставить позицию грамотно, они, а вот ты дурак, потому что ты дурак, а вот на тебя тоже написано там немало, а вот на тебя ещё больше, и пошло-поехало. Они этого и ждут. Потому что они провоцируют скандал паразита, чтобы потом заставить человека стушеваться, чтобы он начал говорить глупости, чтобы переходил на личности. А нужно, наоборот, спокойно говорить совершенно по-другому. Вот если правильно выстраивать свою дискуссию, это не только вопрос к барьеру, тогда это касается любого диспута с человеком. Каждый человек имеет право своё мнение иметь, каждый человек имеет право. Но если ты его выскажешь другим, ты должен его обосновать. Если ты не обосновываешь и тебе покажут, что это обоснование несостоятельное, честно-честно сказать, да, я признаю, я ошибался. Изменить своё мнение. Это нормально. Проблема, когда человеку говорят, что 2х24, он говорит, нет, считаю 10. Ему докажут, что 2х24, он говорит, я всё равно считаю 10. Извините, это уже, это уже клиника. Ну, а вопрос с клиникой, вы знаете, этот вопрос простой, это не ко мне. У нас президент 2х и судимый ничего. Один раз. Ну, понимаете, опять-таки, я ни за, ни против вашего президента, так? Это вы его выбирали, и думаю, он лучше, чем тот, который был, несудимый. И опять-таки, если человек совершил проступок, за который понёс наказание, и потом не повторяет ничего такого, человек заплатил за свою ошибку, правильно? То это не должно ставить его укором. Другое дело, если человек продолжает делать то же самое, понимаете? А зато, зато предыдущий президент, который, в принципе, незаконно захватил власть, вы знаете это, да? Самое главное, что когда он говорил о своём отце, который служил в дивизии СС, кажется, это как его, Горичина, да? И он говорит, о, вы знаете, он не был какими-то шишками, там был простым полицейским, ага, и правительственному полицейскому давали кофе, да? А он же не знал, что офицера во фронте, он, наверное, знал, он просто дураков считал, все это, немецкие офицеры на фронте давали кофе из желудей. Знаете об этом? Что настоящий кофе позволялся очень-очень мало кто, особенно из тех, кто предатели, которые служили немцам. Чтобы пить настоящий кофе, это было, ого, как редкое явление. Если его отец пил кофе настоящий, то это означает, что он был далеко непростой пешкой, который слабенький и так далее, понимаете? И этот президент предыдущий такие вещи, говорю публично, он полный дурак во всем плане, потому что если ты молча об этом, если ты не знаешь ничего, то понимаете? Вот я все-таки, опять-таки, я считаю следующее, что человек может сверстить поступок, плохой поступок в своей жизни, нельзя на нем ставить крест. Главное, если человек осознал и уже после этого не повторяет своих ошибок. Особенно по молодости очень многие делают глупостей, это не нужно объяснять, правильно же? Особенно если много вокруг помогает глупостей делать. Так вот, нельзя крест на этом человеке ставить. Важно, если человек действительно совершил проступок, полнес наказание за него и после этого не повторяет, не делает других таких же или хуже. Вот это важно. То есть, нельзя ставить крест, каждый достоин второго шанса. В подавляющем случае, в заключении предательства Родины, понимаете, да? Я считаю, в втором случае предатель Родины нельзя давать второго шанса. Мое мнение, можете, я ошибаюсь. Поэтому нужно действительно относиться к людям с добром. Но добро не должно быть с любовью, но добро должно быть с глазами и с кулаками. Это наши предки говорили, уважать нужно тем, кто достойен уважения, любить нужно тех, кто достойен любви, помогать нужно тем, кто достойен помощи. Вот если мы с вами будем жить по этим принципам, думаю, очень много изменится в мире. Потому что паразиты, которые обычно кричат больше всего, что у них проблемы самые крупные, не думаю, что они смогут получить тогда, если мы будем помогать тем, кто достойен помощи. Потому что тогда, когда обычный человек начинает действовать осознанно, он начинает понимать ситуацию, он начинает оценить ее сам. Конечно, каждый человек будет оценивать свои колокольни, свой уровень понимания, но если человек не стоит на месте, двигается вперед, то со временем такая позиция будет только, человек будет развиваться, действительно. И действительно, вот если будет развиваться, развиваться всегда, если он не предает самого себя. Понимаете, никогда нельзя предать самого себя. можно обмануть других, но себя человек никогда не обманет. Можно придумать объяснение своим поступком, но сам человек прекрасно знает, что это объяснение только для самообмана. Потому что можно объяснить, что, допустим, вот я это сделал, потому что, чтобы спасти своих детей от гибели, примеру, да, вот мне было жизненная причина, потому что если бы не сделал, мои дети пострадали бы и так далее, и так далее, вот я вынужден принять эти условия, потому что это самообман и попытка, да, можно понять, почему человек поступил так, потому что он не хотел, чтобы его собственные дети погибли, но нельзя прощать такого человека, потому что, понять можно прощение, потому что если из-за этого гибнут миллионы других детей, ради спасения своего собственного, как бы свой собственный ребенок не был дорог, это недопустимо, это как один фильм фантазический есть, что весьма такой философский по своей сути, что суть его в том, что типа приходит когда у семьи человек говорит, вот здесь коробочка, вот здесь кнопочка, вы нажмете кнопочку, когда нажмете, мы вам дадим миллион долларов, но если вы нажмете кнопочку, где-то кто-то умрет, вот фильм показывает, как человек начинает крутиться, как вот, а вот нужно долги, хотелось бы долг купить хороший, миллион как раз бы вообще не помешало бы, да, а что там вообще, там кнопочка, там еще ничего нет, там, а что там ничего, кнопочки, все, никуда не идет, ни сигнал, ничего, а вдруг этот человек плохой, еще лучше станет, нажму кнопочку, какая-то, какой-то человек подлый, плохой, умрет, и человек начинает искать себе оправдание, почему нужно нажать кнопочку, что это будет благо для всех остальных, а может быть, это умрет, его, там женщина нажала кнопочку, может быть, когда нажала кнопочку, получила миллион за это, а умрет еще не родившийся ее ребенок, который уже никогда может не родиться, и вообще может никогда не родить никого, она же об этом не подумала, понимаете, человек начинает искать себе оправдание, потому что очень хочется миллион, пригодился бы, кому не пригодился миллион сейчас, скажите, всем бы пригодился миллиончик? Конечно, всем бы пригодился, нашли бы, куда его применить, правильно? Вопрос, какую цену заплатить нужно за этот миллион, и даже если об этом никто не узнает, кроме вы сами, это ничего не меняет, вы уже получили такое наказание за это действие, даже если об этом никто не узнает, которое вы будете раскрываться очень долго, поэтому всегда нужно действовать, не важно, что, не хочется, кому, думаете, хочется умирать, или кому хочется проблемы иметь, вы думаете, мне хочется проблемы иметь, которые бы создавались, я бы прекрасно жил без проблем, которые мне искусственно создавали, на вопрос выбирать, или ты делаешь то, что ты делаешь, или ты твои проблемы исчезают. Я предпочитаю проблемы. Не потому, что я их люблю. Поверьте, я не мазохист. Поэтому каждый человек, с моей точки зрения, вот, по крайней мере, мы с Светланой всегда действовали по этому принципу. Вы думаете, что, опять-таки повернусь, что Светлане не было тяжело или... Вот нас, в принципе, пытались разлучить, допустим, в 2000 году Светлане... Ну, я буду писать об этом, поэтому долго не буду говорить, чтобы не тратить на это время. Светлане не позволили вернуться в Штаты. Я остался в Штатах, потому что я не мог уехать еще пока из Штатов. По некоторым причинам. Потом уже буду объяснять. Не потому, что у меня что-то там лежало. Там долгая история будет. Потом я запишу книги свои. А она не могла приехать. Потому что ей сказали, что в Штатах вы не можете получить право на въезд, потому что уже статус потеряли. А во Франции она пошла в посольство и сказали, что вы не можете получить визу приехать в Штаты, потому что у вас есть статус. Неплохо, да? Штаты говорят, что у вас статуса уже нет, и мы не можем вам дать бумагу. А во Франции, когда приходили, мы не можем вам визу дать, потому что у вас статус. Три года мы не виделись. И мы увиделись через три года в аэропорту. Потому что когда я летел, уже в 2006 летел в Россию из Сан-Франциско, я специально взял самолет. В Сан-Франциско, Париж, Париж, Москва. Пересадка. И вот мы через три года встретились с ней у гейтера, у самолета. Когда я пришел, и она побежала мне в встречу, кинулась внимательно на встречу. Это через три года. И потом мы вместе прилетели в Москву, и вот вместе она попала здесь, потом уехала, надеясь, что, так сказать, через месяц она приедет, и, как видите, до сих пор не приехала. И увиделся, увиделся, я уже во Франции. И за четыре года, которые мы не виделись друг в друга, конечно, мы общались по телефону, по скайпу каждый день. Но это замечательно, что это было, но это все равно не совсем то. Когда мы общались, я говорил, Светлане, когда я тебя увижу, когда я смогу, типа, под мышку твою залезть, ну, она по росту меньше, чем я, когда я руку ставил, она спокойно подходила под мою руку. Ну, она говорит, когда я тебе залил под мышку, и так далее, и так далее, я говорю, ну, вот смотри, мы сидим, ну, кто скайп говорил, прекрасно знаешь, что скайп, ты сидишь, это очень много стоит. Ну, представь, что ты, мы сидим в ресторане по разной стороне стола и беседуем с тобой. Да, я понимаю, но мне это не устраивает, говорит. Я бы хотел не через такое, ну, просто какого-то. И что же я получил? Я получил за 4 года разлуки, мне судьба отпустила 4 дня, когда я сидел у кого-то трупа. 4 дня. Так мне судьба подарочек преподнесла. Ну, я рад, что и эти 4 дня у меня были. Так что нужно воевать, несмотря на что. Дальше, следующие вопросы. Что-что? Что-что? Из зала вопрос. А вот же. Ну, в смысле, напрямую. Ну, давайте, просто обычная записка, ну, слушай вас. Спасибо большое. Мы из Тулу приехали, Николаевич, у меня вопрос такой. Во-первых, спасибо за то, что вы делаете, и вот ваше действие вдохновляетесь на действия самим. На здоровье. Вопрос такой, вот в некоторых книгах вы пишете про перестройку мозга, да, какую эта роль вообще может сыграть вот в пробуждении, в том, чтобы человек проснулся, чтобы люди проснулись. И, ну, в какой степени это нужно? И нужно ли вообще, если это можно, например, ну, своим собственным опытом книжки мы читаем, да, анализируем факты, там, каким-то таким критическим образом? То есть, вот какую-то роль людей? Ну, понимаете, я подумал, что можно присесть. Понимаете, здесь вы смешали две вещи. Перестройка мозга не имеет никакого отношения к пониманию происходящего. то есть, понимание происходящего должно любому человеку, потому что каждый человек, я считаю, имеет право знать, что в реальности происходило, что было в прошлом, что происходит в настоящем. Независимо от того, есть ли у меня перестройка мозга или нет, потому что хватит быть слепыми котятами, которым, говорится, манипулируют, куда хотят и кто хотят. Потому что, когда человек понимает, он уже начинает действовать осознанно. Поэтому вот в книгах своих я как раз и даю фундамент того, и Светлана в своих книгах, книги своей, которую, к сожалению, она не закончила, чуть-чуть. Я, кстати, нашел там начало десятой главы, то есть, полторы главы она не дописала, не две, а полторы. Так что, скоро выставится то, что она последние строки написала. Так вот, это одно, это необходимо. Без этого и перестройка вообще нельзя давать человеку. Без этого. Перестройка мозга это уже несколько другие вещи, которые дают возможность человеку действовать на других уровнях, в том числе и материальных уровнях, совершенно на другом уровне возможностей. И здесь, в любом случае, это будет, вот действительно, многие люди присылают письма, вот, пожалуйста, перестройте мне мозг, я готов, и так далее, и так далее, и так далее. Даже если человек готов, если он, это не значит, что перестройка будет сделана, потому что, я объяснял, это подробно на, тогда был собор, второй серии собора, когда мы приняли решение организовать движение, и там я говорю насчет перестройки мозга, что, и когда будет, уже, людей будет понимать, что происходит, после этого будет уже, те, кто действительно понимает, будут отбираться люди, которые действительно достойны того, чтобы получить качество, потому что это ответственность большая, потому что, если человек получит в руки, к сожалению, таких примеров достаточно много, даже хотя бы, зачем далеко ходить. Вот в марте этого года был, проводил трехдневный семинар, где я открывал людям некоторые возможности, хотя бы на самом простом уровне. и что же вы думаете, эти люди, вместо того, чтобы сесть, начинать изучать ту же самую, даже пускай анатомию физиологию, чтобы понимать, что же они видят, хотя бы, хотя там не все правильно, но вот скелет какой-то есть, правильность им есть, они кинули, сделать все, что угодно, в том числе, перестраивать мозги другим, понимаете? Проблема в том, что такое, один раз был человек, когда в 90-м году я проводил курсы определенные, и когда работал, там же мне приходится работать быстро, потому что если на кроме человек будет возиться полтора-два часа, то затянется на бесконечное. И вот когда работал, если я работал быстро, и когда задавал определенные программы, что человек, мне вот так вот, видите, там цвет такой красный, там оранжевый, ну, по себе слои, с таким-таким цветом. Вижу это, вижу это, вижу это, вижу это. И кто-то подумал, что если он спросит, человек скажет, вижу там красный, оранжевый, желто-зеленый и так далее, цвета, каждый слой корыголовного мозга, и потом, это будет, это и все, что нужно. Хоть бы спросил этот человек, что, тоже цвета, когда человек говорил, это, в принципе, уже, какой-то результат, то, что определенный процесс произошел, который я запустил, и он завершен, чтобы мне не тратить время саму просматривать, чтобы человек увидел, значит, раз, готово, я проверил, да, готово, следующий и так далее. Человек даже не подумал это, человек подумал, а, что ты видишь, видишь, такой слой, такой слой, такой, да, вижу. Просто поток пустил, человек увидел что-то, и потом такие проблемы возникли у этих людей, потому что не понимая, понимаете, не всегда, когда внешне кажется очень просто и легко, не всегда это на самом деле просто и легко. Просто за этим стоит огромный труд, за этим стоит много, большое понимание процесса и так далее, и так далее, и, кажется, делается просто маячок такой, подтверждающий, что процесс совершился, и все. А люди понимают, что этот маячок думает, что это и есть сам процесс. И проблемы были серьезные. Потом мне приходилось, мне люди искали, вот, помогите, у нас проблемы. Потому что человек это делал, как вот он увидел у вас, повторил, ну и так далее. Девочка, когда-то перестроила, да? Девочка там, когда перестроила, да, но это трехлетний ребенок, правильно? Но потом она добилась между телепатическим контактами, по-другому. Но это трехлетний ребенок, а это того человека было за тридцать с лишним. И имел высшее образование, между прочим, медицинское. Вот, жалко этому. Потом он сам погиб, себе, наверное, молдоров, что он себя загнал в угол полностью. Поэтому это опасно, и не только, ну, как говорится, невежественные действия, других, надо его человек, который сам это делает тоже. То есть вы отказались от семинаров таких, да, Николай? Я не отказался, но семинары пока не вижу смысла проводить, хотя я это объяснял все на мартовском семинаре, я это объяснял специально людям, что, пожалуйста, делать это, вот это, вот это. И что вы думаете? Хоть один послушал? Может быть, один и два послушал? Не знаю. Но большинство кинулись перестроить мозги другим. Хотя вы понимали, что с этим происходит, что такое перестройка мозга, они же не поняли. Поэтому, если сначала задача стоит не по перестройке мозга, потому что, скажем так, даже если перестроить мозг человеку, это займет довольно-таки длительное время его обучить, чтобы этим правильно пользоваться. Не потому, что мне жалко, а потому, что действительно практика показывает, что это так. Я в Америке когда он проводил, у меня была возможность наблюдать за процессом, за людьми, потому что у него были там семинары проводили, курсы проводил дважды, вот в 92-м и 90-м годах. И потом, даст вам ответ, я наблюдал за последствиями, как люди приходили. Да, они менялись, да, они все изменились, да, у них появились новые возможности и так далее. Но мне было удивительно, как медленно они двигаются вперед, когда все разжевано. Проблема в том, что каждый человек думал, ага, вот мне получил, а я лучше знаю, как этим пользоваться. Когда я расписывал подробно, что здесь нужно делать, как правильно делать, никто не слушал. Каждый считал, ага, мы его послушаем, а у нас сейчас, мы сами с усами сделаем, и вы знаете, что они двигались черепашьим шагом, шагами, потому что думали, что, ага, вот я это хочу так, а вот хочу так. Нет, истина одна. Можно, множество грани, с которыми можно подойти к истине. Но не существует десять истин, истина одна. Вот они простую истину это не могли понять. Пытаясь получить свое собственное, видя свое собственное понимание. Ну, извините, солнце светит, дает жизни свет, когда в разумных пределах, так? Это одно понятие. Не может быть каждого человека свое понятие. Чтобы он не думал о том солнце, оно будет именно тем, чем оно есть. Солнце, которое дает жизнь, если не переборщивать. Правильно? Если чуть-чуть много, то убивает ту же самую жизнь. Понимаете? Поэтому не может быть десятков и сотен мнений о том, что такое солнце. Не может быть десяток и сотен представлений, понятий, знаний, которые описывают процессы, превращающихся в солнце. Процесс это единый, он один. Можно подойти с разных грани к этому процессу, но все равно это будет тот же самый процесс. Поэтому, как говорится, у каждого своя истина, это ошибочное понимание, которое накладывает. Потому что истина одна. Просто можно пройти с разных грани к этой истине. Но самое лучшее, если человек создает множество грани этой истины, то есть берет необработанные алмазы и превращает его в бриллиант. Когда она истинно опознается со всех множеств грани, которые у нее есть. И тогда человек получает действительно бриллиант понимания. Вот самое важное это именно это. Поэтому то, что я наблюдал в течение тринадцати лет после того, пока я не уехал, после последнего семинара, 14 после первого и 13 после второго в Америке. То, что в конечном итоге, вот я там уже несколько раз говорил, но повторю, на одном из семинаров студенты слушают вот ты нам не даешь действий, мы хотим тоже войнами сражаться, понимаете, всех паразитов так. Понимаете, да? Я говорю, ну, понимаете, вы же не готовы. Нет, нет, мы готовы, мы все готовы. Типа, ты не думаешь, что мы готовы, ты даже не даешь нам развернуться. Я говорю, уверена? Ну, хорошо, я провел практически занятие, весьма простое, даже не война с кем-то другим, а просто я сказал, вот хорошо, кто хочет первый, кто такой бравый, вышел один, храбрый. И задача простая, вот стоит моя защита на вас, первый уровень защиты. Видишь, вижу. Задача простая, создать самому копию этой защиты, просканировать, копию, что я создал. Второй вариант, создать свою собственную защиту, как хочешь, и третья, может, комбинация, моей и своей. Все, что хочешь, делай. Как закончишь, скажи мне, я тогда сниму свою. А мне там мой еще знак стоит на защите, особый. Ну, через некоторых тел человек готов, я снимаю свою защиту, доля секунды на него идет нападение астральных паразитов, существ без тел, которые питаются жизненной силой. И, говорю, что если бы я не остановил процесс, он был бы трупиком очень быстро, его просто жизненные силы выпили бы сюда до дна, и все. Я остановил процесс, говорю, видишь, вот здесь вот это ты забыл, вот это забыл, вот это забыл, вот это забыл. Понял, понял. Дело это опять снимаю, опять нападает. Ну, несколько раз прошло, я останавливал процесс уничтожения до тех пор, пока он не создал первый уровень, ну, это, в принципе, не он создал, я ему создал, а уже по ступенькам разжевываю. После чего, говорю, в следующий уровень, вот так несколько уровней прошли, и, кажется, повторялось то же самое. Потом, ну, кто-то еще хочет, другой там, как говорится, доброводец вызвался, тоже вперед. Готов? Готов. Снимает. Я снимаю, ничего не происходит. Увидели, у него улыбка так, вот, типа, о, я, кажется, о, какой крутой. Я говорю, ну, что, следующий уровень? Да, конечно, пошли дальше, следующий уровень. Он, да, готов, я снимаю свою. Опять никто не нападает. Он еще, ууу, еще больше. Там, три или четыре, я не помню точно, уровни прошли, и он такой, довольный, говорю, ну, что, дальше пойдем? Ага. А ты не хочешь посмотреть, что вокруг происходит? Ага. А что происходит? А я все открыл. Просто, когда первый шел, в первую очередь, кидались на него мелкие шавки, которых интеллекта на уровень табуретки. и естественно, что я строил защиту, он стал крепче, уже даже шавки на него не могли напасть. А когда второй пошел, более умные шавок-то поразогнали, мелких. Они же видели, что если тот пойдет, опять будет то же самое, к ним придет, они не смогут его достать. И спокойно позволили ему пройти, разогнав шавок, позволили пройти тот уровень. Потому что, если бы не был я, то ему бежать бы пришлось очень долго, он не успел добежать бы обратно. Понимаете? Его просто уничтожили. Когда я ему показал это, у него, конечно, вся вот эта вот... и сдулась. Понимаете? Почему я говорю об этом? Потому что, к сожалению, даже вот, если даже провести перестройку мозга, и человеку будут прекрасные данные, опыта это не даст. Или как некоторые выходили сражаться, берут меч, создают себе меч. Ну, конечно, красиво. Я тоже люблю мечи. Понимаете? Это красивое оружие, и, в принципе, честное оружие, когда я им честно пользуюсь. Это все-таки не винтовка, которую можно за километр кого-то убить, и тот уже не видит тех, кто его убивает. Правильно? Когда человек сражался, если честно, на мечах, то, по крайней мере, его мастерство и мужество проявлялись. Поэтому это честное оружие в любом случае, когда честно используется. Так вот, многие, выходя на другие уровни, начинают создавать энергетические мечи, и вперед с мечом рубить врага, да? Ну, это насильно следующее, что ребенок ясеного возраста выйдет деревянным мечом против танка. Эффект будет очень потрясающий, да? И когда так человек выходит, а у него есть все возможности, чтобы сражаться не с помощью танка, а с помощью, допустим, боевого вертолета, условно скажем так, а он сражается с деревянным мечом, выходит. Тот, кто против него, он понимает, что тот, кто вышел против него, не бельместно не понимает, что у него есть. Значит, его можно будет обработать, как 20-24. И обрабатывает. Понимаете? Потому что действительно нужен опыт. И этот опыт можно заработать, но это время берет. К сожалению, сейчас, вот так вот быстро, вот я убедился, что быстро вот так взять, раз мозги перестроил, и человек завтра готов в бой, такого нет, к сожалению. это невозможно. Я бы рад, но, к сожалению, это невозможно. Это требует время, чтобы человек научился и понимал, как этим пользоваться. А вышибается, как я увидел практика, вот привычки наработанные, шаблоны, к которым мы привыкли, вышибаются очень тяжело. То есть человеку очень трудно переступить через наработанные, привычные себя, ну, методы, как мысли, как человек мысли даже. Потому что для того, чтобы воевать, нужно мыслить по-другому совершенно. Так как, допустим, говорить на другом языке, не нужно собирать, а вот русское слово такое, какое слово английское соответствует русскому слову. Это абсурд, никогда не научитесь говорить. Для того, чтобы говорить на другом языке, нужно сразу мыслить на другом языке. Если не начнет это, нормально говорить вы языков по-языке не будете. Так и здесь. Для того, чтобы сражаться, нужно мыслить категориями на других принципальных уровнях. А для этого нужно привести опыт, и это требует времени. В один день не пройдет. Поэтому даже в дальнейшем, когда и будет, но это будет в дальнейшем, когда уже удастся много раз сделать, потому что сейчас это насильно, что подготовить человека и пустить туда, и он окажется просто раздален, размазанными этими силами, потому что у них жалости нет, сочувствия нет, они просто размажут, и все. Я, например, себе позволить не могу. Это раздельно, чтобы пустить детей против танков, или как кавалерию раньше пустить. Те же самые поляки. Храбрость, конечно, была у них определенная, когда они с саблевым кидались на танки. Помните, да? Знаете историю, да? Да и наши тоже в этом отношении не лучшие ситуации были. Польза была от этого? Никакой не было, потому что против танка сабля не действует в любом случае. Поэтому я, например, на себя только ответственный, чтобы людей выпустил так, не собираюсь брать. А вот постепенно готовить, да, к сожалению, готовятся недалеко не все этому. Так называемая ментальная школа, о которой я говорил, там действительно у кого от природы очень хорошие задатки, там они проходят все, потому что все моменты, и таких уже тысяч детей, многие из них уже взрослые, старые, конечно, мало еще, к сожалению, но это будет больше. И там они действительно проходят обучение и готовятся к войну, потому что возможность есть это воспринимать. Для тех, кто не повезло попасть в ментальную школу, этот процесс затянется больше. Пока я проводить такие школы, которые мы могли бы постепенно вести, не буду, потому что сейчас нужно делать то, что действительно важно сейчас. Потому что сейчас важно не мозги пристроить людям, что тоже будет нужно потом, а именно пробудить людей. Потому что если людей не пробудить, пристраивая мозги, не пристраивая каким-то людям, нескольким, сотням, несколько тысяч, десяткам, это не поможет ничему. Поэтому в данный момент важно не то, чтобы действительно кто-то получил, конечно, будет производиться потом, но это будет уже несколько этапов, сначала человек будет показывать, что он понимает, именно понимает ситуацию, то есть понимает механизмы действующие, то есть теоретически сначала, потому что если человек не будет понимать, вот пример тот же самый апрельский, мартовский семинар, который был в этом году, еще в этом году, когда парень, которым мозги были перестроены, говорю, смотри на легкие, помните, да, ситуацию, да, что видишь, вот легкие вижу, голубенькие, я говорю, так смотри, правая легкая, какое-то отличие есть, ничего нет, а у человека правого легкого вообще не было, понимаете, я же и так подвожу, и так подвожу, потому что человек не делал это правильно, хотя я подсказывал, потому что он увидел вокруг пленочку, которая, естественно, есть, а что за пленочка, он даже не смотрел, понимаете, вот так очень многих ошибок, и очень много ошибок, когда люди принимают желаемое за действительное, это самое опасное, вот когда события произошли, ну, печально для меня лично, некоторые друзья узнали об этом, и они связались с другими, которые говорят, вот, мы поможем, потом мне звонят, говорят, все, успокойся, все в порядке, Светлана жива и здорова. Я говорю, вы знаете, я говорю, спасибо, что, но это ложь, я бы был очень счастлив, я думаю, что если я не смог сделать что-то, то, так сказать, навряд ли кто-то другой смог бы сделать в данной ситуации, но я бы рад, но, к сожалению, то, что говорят, это ложь, потому что она не жива, а в то время, когда говорили, она уже лежала в морге, извините, а люди передают, что все в порядке, у нее все в порядке и так далее. Почему? Потому что человек видел то, что хотел видеть, а не то, что есть на самом деле, вот это очень опасная вещь. Вот чем отличалась Светлана от многих людей, которые, как говорится, видят, что-то видят, что она видела не то, что хочет, а то, что она всегда видела то, что есть. И это самое опасное, потому что за это бьют очень сильно. А то, что люди не любят правды, даже такой забавный пример могу привести. В Америке у меня была одна пациентка, которая сама дело читала карты, по картам судьбы человека. Ну, иначе, карты Таро, так называемые. И я, когда что-то заговорил, я объяснил, что у нее просто есть задатки природные, что карты – это просто инструмент настройки на данного человека, позволяющий сареотоваться, включиться в поток снятия информации этого человека. Она говорит, что такое? Я говорю, это просто вот так, если вы просто, ну, конечно, на раскладу карты, но отключитесь от карты и настройтесь на конкретного человека, вы получите информацию гораздо больше, чем через какой-то костыль. Она у нее, потом она пришла, мне рассказывала, что у нее был один такой клиент, который приходил постоянно. Он пришел к ней, она по моему совету ему выдала информацию. И он говорит, спасибо, но я тебе прихожу в последний раз. Она спрашивает, а скажи, почему, ты можешь без причины, почему ты не говоришь, что ты придешь в последний раз? А мне не нравится то, что ты говоришь. Ну, хорошо, а это правда? Да, правда, но мне это не нравится. И чем закончилось? Он перестал к ней ходить, потому что он сказал, через некоторое время покончил жизнь самоубийством, потому что он ходил к другим, которые говорили ему то, что он хочет услышать. И когда я ему говорю то, что услышит, хочет услышать, а когда дошел до критической точки, он оказался вынужден снять очки розовые, и когда он снял их, то он не смог перестать и покончил жизнь самоубийством. Вот такие абсурды такие. Поэтому самое сложное именно видеть истину, а не то, что хочешь видеть. Потому что, поверьте, увидеть то, что хотелось бы, это, конечно, кто бы не хотел, чтобы случилось то, что хотелось бы. Но тогда это самообман, который очень опасен. И люди вообще, могу сказать, не любят правды. Вот когда-то у меня была ситуация, когда еще в Сан-Франциско мне попросили, вот помоги там одной женщине, не нужно, чтобы ты сказала ей будущее, и так далее, и так далее. Я говорю, ну, знаете, это бесполезно, потому что человек никогда не делает то, что ему говоришь, потому что считает, что ты не понимаешь, что ты ничего не делаешь, не так, не учел, и так далее, и так далее. У меня был один пример такой, несколько примеров, просто сначала приведу пример. Один там парень был, который затеял бизнес со своим другом, который помогал, и так далее. Там два человека в Америке, два в России, и так далее, и так далее. И он мне пришел и говорит, вот что можно сказать? Я говорю, вам нужно сделать вот эту вот вещь, не буду деталей говорить, потому что это частная вещь. Если вы не сделаете, то ваш друг вас скину, потому что ему предложат долю большую, часть ваших долю отдать, и он тогда это сделает. Вот не может быть, вы что-то ошибаетесь, не может быть, это мой лучший друг, я его всегда за тобой тянул, это мой, так сказать, как брат, и так далее, и так далее. Через неделю-полторы или две он возвращается, понурый. Все случилось, как я сказал. Ну, и думаю, рано. Человек один раз получил подтверждение, что я не просто говорю что-то так, тяп-ляп. Так вот, второй раз спрашивает. Я говорю, в этой ситуации вы должны делать вот это, вот это. Если мне сделать вот это, вот это будет вот это, вот это, вот это. Вы что думаете, он послушал? Ничего подобного. Он сделал так, как он считал нужным. Поэтому это не один раз такие моменты были. И вот просит, так сказать, приходит мне эта женщина. Я говорю, вы знаете, я думаю, что не нужно вам давать какие-то рекомендации, что вы делаете, потому что все равно их не будет. Нет, я их выполню. Я буду выполнить то, что мне скажете. Она задала свой вопрос, тоже не буду говорить кольца вопроса. Чисто лично, это чисто личное дело, но не в этом случае. Я говорю, для того, чтобы это изменилось, вы должны делать вот это, вот это, вот это. Для того, чтобы сделать это, вы должны делать вот это, вот это, вот это. А я не могу это сделать. Так уже не сказать, что будете слушать. Вот единственный вариант. Если вы это не сделаете, все останется, как было до этого. Понимаете, человек не хочет слышать и не хочет правды. Или правду ту, которую он хочет услышать. И, к сожалению, большинство именно зацикливается на то, что дают ту информацию, которую человек хочет слышать. Вот это вот самое опасное. Действительно, почему так боялись Светлана? И то, что она действительно, если видела информацию, то она видела информацию, как она есть. Хотя, может, не хотелось бы совсем другое видеть. Понимаете? Так же, как и меня проверяли. Давали мне информацию о одном человеке. И говорят, вот это такой враг. То есть человек, которому я доверяю. Что вот он говорит, это тест был своеобразный. А я смотрю и не вижу врага. Я говорю, нет. Нет, это враг. Я говорю, да нет, это не враг. Это был тест. Потому что неважно, как говорится, уважая кого-то другого человека или нет, я не должен слепо принимать информацию, что если он сказал, что это враг, значит, я уже должен сразу настроиться к врагу. Я просматриваю, никакого вражеского нет. Оказалось действительно, что никакой не враг, а просто наш человек засланный в систему определенную. Который очень много сделал, чтобы для борьбы с черными системами. Понимаете? Но опять-таки, это нужно получать информацию достоверную. Не какую хочется, которую бы хотелось бы быть, а то, что есть на самом деле. Это очень сложно. И даже имея какой-то перестроенный мозг, который я создавал, очень многие люди именно вместо того, чтобы искать то, что есть, они находят то, что хотят видеть. Или что их устраивает. Диагностику какую-то делают, наткнутся на какую-то мелочь. Вот, вот проблема вся. Так это, может быть, десятая вода на киселе. А даже дальше не дуют. Вот нашел то, что устраивает, и все, и остановился. Хотя и систему давал, и неоднократно говорил, неоднократно проводил практически занятия, где, допустим, самую фотографию давал, говорю, вот каждый возьмите, бывало-то приходит кто-то, вот, или пациент есть, я говорю, ну давайте, пройти фотографию, через себя пройдет. Чтобы, так сказать, каждый посмотрел и сказал, что он думает. Записал. Потом не говорил, а записал. А потом, это никто за это бить не будет. Это просто нужно для того, чтобы помочь вам лучше понимать, в чем ваши ошибки. И что же я увидел? Это не один раз происходило. Каждый находил что-то, то, что наткнулся чуть-чуть, и все. Хотя я объяснял один раз, что вот есть, вот нужно сначала найти первую причину, первый уровень причин, разный цвет и так далее, и так далее, и так далее. Задачу поставить так, задачу поставить так, задачу поставить так, чтобы вы могли найти первую причину. А следствие, это уже второе, третье, десятое. Да, бывают следствия тоже важны, например, если говорить о состоянии здоровья человека, если у человека почки плохие, а у него проблемы, допустим, сосуды, склероз сосудов, то нельзя работать со склерозом, пока не восстановишь почки, потому что если хлынуть, начинать двигаться, эти отложения соли огромнейшие, то почки просто не выдержат, откажут почки. Человек умрет от того, что почки откажут. Поэтому для того, чтобы ему помочь, сначала нужно восстановить почки, сделать их здоровыми. Вот когда здоровые почки, тогда можно начинать двигать, и то малыми порциями, потому что лавину нельзя хлынуть, потому что это действительно перегрузка, и организм тоже не выдержит. И так далее, и так далее. То есть человек должен все понимать и грамотно подходить. Для этого человек должен думать и мыслить. А большинство наткнулись на что-то, увидели себе понятное, даже врачи натыкаются в образование, натыкаются в то, что они понимают и знают, и дальше даже не смотрят. А ведь вся современная медицина основана на симптоматике, то есть на проявлении болезни, а не на первопричине. Они никогда не ищут первопричину, а симптомы проявления. Вот симптом такой-то, значит вот это. А часто это не совершенно так. Я приведу примеры неоднократно, я повторю, то же самое. Высокий уровень сахара в крови. Симптомы это, как говорится, берется анализ крови и мочи, и там обнаруживают много сахара. Любой медик скажет, что проблема желудочной железы, сахарный диабет. На самом деле, это 50% случаев, это проверенность печени. Потому что печень, если она повреждена, воспалена и так далее, и так далее, выполняет тоже функцию контроля уровня сахара в крови. Как? Печень переводит растворимый сахар в нерастворимый гликоген и откладывает в своих рядках. И потом, когда уровень сахара ниже, чем норма, опять нерастворимый гликоген переходит в растворимый, в сахар, и уровень сахара удерживается, как нужно для балансного функционирования организма. Но врачи, это то, что я говорил сейчас насчет печени, пожалуй, это из простейшего учебника анатомии и физиологии человека. Но врачи никогда не обращают внимание на печень. Хотя 50% случаев высокий растворимый сахар, это печень. А в детском, вообще, когда диабет детский, то вообще нельзя инсулины, потому что это чаще все связано с тем, что ребенок быстро расти, и у него орган не успевает расти за всем телом. И, конечно, функции не выполняют на 100%, поэтому нужно просто дать возможность ребенку в щадящий режим диетический, чтобы у него перегрузки на органы, и подзлодочное подтянется, и все будет в порядке. Врачи сажают детей на сахар, по такому варианту, на инсулин, и все, и человек превращает в раба инсулин на всю жизнь. То есть медики не используют даже те знания обычной медицины, которые они сами получают. Поэтому самое сложное, почему? Шаблонность мышления. Люди должны выходить из шаблонов. Вот пока человек мыслит шаблонно, очень сложно что-то ему сделать. И это самое сложное убивать. Конечно, самый лучший вариант это с детства не создавать шаблонов, чтобы ребенок развивался гармонично правильно и так далее. Но, к сожалению, мы с вами уже далеко не дети, большинство, правильно? И поэтому уже это поздно делать. А человеку самому очень сложно избавиться от привычек. Следующий. Есть ли у вас духовные учителя? Кто они? Нет у меня учителей? Нет. У меня есть друзья, которые меня не учат, и я их не учу, а делаем вообще дело. Ваше постоянное межрежительство. Мое постоянное межрежительство России после четыре года и не собираюсь никуда уезжать. Можно назвать вас волхвом. Смотря в каком смысле. когда ко мне приходили посланники от некоторых волхвов, я сказал, что вы что будете сидеть, смотреть, пока, так сказать, получится у меня что-то или не получится, а потом, значит, потому что я имею право по определенным причинам гораздо больше, чем они имеют, которые сидят на библиотекаре, по некоторым причинам. Вы что думаете? Вы будете сидеть и посмотреть, а если мне получится что-то сдвинуть место, значит, вы тогда вылезете из своих берлог. А если не получится, вы будете дальше из своих берлога. Я передал. Человек через человека, не знаю, передал, но нет, наверное, передал. Потому что ему после этого запретили со мной общаться. Потому что, я сказал, потом не будет, сейчас у нас время, если мы сейчас не сделаем что-то, уже потом не будет, некому будет, не для кого будет вылезать из своих нор. Потому что сейчас время, когда нужно действовать. Если мы не будем действовать сейчас, это кто в анекдоте про, когда я был студентом, у нас на военной кафедре была военная кафедра, естественно, и, естественно, были анекдоты по военной кафедре. Ну, анекдоты про военных, не про всех, конечно, не все военные таковы, доля, каждой шутки есть доля шутки. Понимаете, да? Ну, и студенты придумывают такой анекдот, типа, полковник на военной кафедре объясняет действие, как действует атомная бомба. Вот у нас здесь одна половинка до критической массы, здесь у нас другая половинка, и мы ее сближаем. Так робко рука студента поднимает, говорит, товарищ полковник, так она же взорвется. Полковник, сядьте, у нас запасная есть. Понимаете? Так вот, и здесь у нас запасной планеты нет. Если сейчас черные победят, а я сомневаюсь, что не победят, ну, если теоретически предположить, что не победят все-таки, то у нас не будет некому, если волхвы там сохранятся в своих дырах, сидят, то нет для кого будет ничего нужно, понимаете? Потому что сейчас действительно критическое время, потому что паразитская система уже организирует полностью, и люди должны понять, посмотрите внимательно, что вот сейчас как вошлись с Россией весьма хамски, насколько я слышал, пока я был во Франции, там было такое, что типа НАТО типа вообще проигнорировало Россию по поводу ФТО, помните, да, сообщение было, то есть никаких сотрудниц, ничего нет, то есть, понимаете, то есть вообще как будто Россия пустое место, и вообще не рассматривает ее, что вообще с ней нужно, что-то вообще обсуждать, то есть считают, что России уже нет, если перейти на наш язык, правильно, понимаете? Ну, я понимаю, раньше, после революции, была, как ты называешь, социалистическая система, коммунистическая идея, а там была коммунистическая идея, это были антагонизмы, несовместимые две системы, и боролись не с Россией, а боролись якобы с коммунизмом, да, и социализмом, так? Ну, и сейчас-то в России нет социализма и коммунизма, вы знаете, что могу сказать, я попал во Франции, во Франции социализма гораздо больше, чем в Советском Союзе было, серьезно, вы знаете, сколько во Франции человек может работать в неделю, положено, 20 часов в неделю рабочий день, 20 часов, если человек работает хотя бы час больше, его за это хозяином может штрафовать на большие суммы, и рабочий, в общем, работающий человек, вообще, так сказать, там они избавили, так что в Советском Союзе близко не пахло отношений, работающий получает 20 часов, правда, запрещает вторую работу, но это, я считаю, скрытая безработица, чтобы поменьше людей было занято, побольше людей было занято, делать, что один человек может только одну работу иметь, и все, и тогда, получается, за выполнение того же самого объема работы нужно больше людей, и вроде бы безработицы меньше, это хитрость, но люди, действительно, сейчас оказывается ситуация, что кризис пришел, и увольняют пачками, а из-за того, что тогда понаехало очень много из африканских и арабских стран, которые сидят на дотациях только и не читая не работают, а наркотики, проституция, все это, как уголовщина, очень сильно развита там, именно в этих слоях населения эмигрантов, они все сидят и получают дотации, то французов белых, бедных, так сказать, получается, выбрасывают на работу, дают определенное время, платят зарплату, и все, не платят зарплату, пособие заканчивается, за даму нужно платить, за то нужно платить, когда они платят, приходит жусе, который отбирает все, что возможно, то есть выносит все из дома, и люди действительно оказались не готовы к этому, это нас все, человек привыкший к всему, мордовали всю советскую власть и после этого мордовали, люди привыкли к всему, а там люди не привыкшие, когда теряют работу, то получается, что Светлана мне рассказывала в случае, когда там родители, у них четверо детей было, решили, выбрали, кого двоих убить, а двоих оставить, потому что они не могли прокормить всех четверо детей, представляете, то есть у людей начинает двигаться фаза на этом основании, или просто люди убивают всех себя, открывают газ, чтобы все погибли, потому что нечем платить и так далее, но опять-таки большинство из них не сообразят взять и посадить огород, который мы все привыкли, да, на даче там, чтобы, когда сколько людей зарплаты, по полгода, год не платили, да, во Франции, если зарплата не платится, заставляет вас так платить, что вы заплатите зарплату, вы 10 раз больше того человека, которого вы должны не платить, кто получал зарплату через год, полгода, вы есть в таких зале, вы получили больше? Я думаю, меньше гораздо, потому что за то время, которое заплату не платили, деньги еще больше бесцелились, правильно? Да, и получали, что вы получали меньше, чем было. Так во Франции, если вы были во Франции, вам не только заплатили то, что бы, а еще заплатили сверх того в несколько раз, то, кто работодатель. То есть там наоборот все, работодатель это раб, а работающий это король, получается, то есть это тоже несправедливо, нужно быть справедливым во всем. Можете хоть слово сказать про вас, что вы его увидели своими вазами? Мне не было до того особо рассматриваться от поверьти. Кое-что я видел, но не было особо ни желаний, ни времени для того ходить, и все, что там большая территория. Я особо не делал. Кое-что видел, сфотографировал, и я, наверное, напишу последний, ну, на данный момент, последний источник, десятый, потому что часть фотографий Светлана сделала уже, я просто сегодня не закончил, ожидал, что она сделает новый. Вот, но она, естественно, сделала то, что сделала. Некоторые фотографии я сделал сам, чтобы то, что наткнулся под носом, скажем так. Вот, но, так сказать, потом, дальнейшее буду приезжать, потому что это не совсем то, потому что одно дело, когда находится там постоянно, не было, так сказать, на месте, журналистам на месте, постоянно находилась там, она находила каждый день, что происходило, и так далее, и, естественно, фиксировалась на камеру, когда я буду приезжать периодически туда, естественно, то, что попадать будет на то время, оно же все равно, даже если плоды, и цветение идет, и плоды идут, то они не каждый день цветут, не каждый день плоды, они, один цикл закончится, через некоторое, второе, третье и так далее, но это все равно, как попадешь. Поэтому, посмотрим, как и что. Поэтому, к сожалению, я, видите, не так много вопросов ответил сегодня, но я почитаю, все эти вопросы в любом случае, потому что, иначе у нас выглядит очень скоро из этого зала. И, что хочу сказать, что, первое, что сейчас я проведу напоследок, так сказать, тех, кто желает избавиться от блокировок, опять-таки, кто хочет избавиться, а кто хочет остаться с блокировками, я их трогать не буду, они останутся ваши до тех пор, пока вы сами их будете желать. Вот, это первое. второе, после чего, у нас 15 минут еще будет? Еще 15 минут, просто, сколько успею, людей, я могу подписать, там, книги и так далее, кроме подписать книжки, кто желание будет, я это сделал. Но, прошу, в первую очередь, подходить тем, кто приехал издалека, москвичи меня все равно области видят гораздо чаще, а вот те, кто приезжает издалека, просьба именно тех впустить вперед, проявить сознательность такую, сказать, человеческую. И 15 минут, не больше, через 15 минут, кого успел, то успею, кого нет, не обижайтесь, так сказать, в следующий раз. И еще следующее, очень хотел, ну, кто услышит, не только взялись, следующие, после того, как я сказал, что на одной встрече, что там провокация по поводу моего сайта на Одноклассниках стали, информация пошла, и очень много людей стали присылать приглашение, предложение стать друзьями, я могу сказать, к сожалению, я вынужден отказаться, не потому, что не хочу кого-то видеть друзьями, просто, во-первых, это невозможно мне всем ответить и всеми переписывать, потому что, если даже каждому буду полчаса отвечать, то, понимаете, это время. И к тому же, Одноклассники, это действительно друзья, которых я знаю давно, ну, не говорю, что новых друзей не может появляться, но, когда их сотни человек, даже самых хороших людей, я не в состоянии просто-напросто, не только, поэтому, не обижайтесь, я отказываюсь от принятия в друзья, не потому, что я считаю человека недостойным и так далее, просто, я не могу тогда одного принять и другого не принять, это нечестно будет, поэтому я вынужден отказывать всем, тем, кто просит, не потому, что не считаю их плохими недостойными, а потому, что это невозможно для меня будет поддерживать с ними переписку через Одноклассники. Так что, извините, но реальность такова, что я не хочу вводить заблуждение, просто повесить, что вдруг, а потом сказать, какой смысл, если я не смогу не отвечать на письма, сообщения, потому, что это требует время, а у меня, к сожалению, временно такое не очень много есть, иначе я должен делать или одно дело, или другое. Так что, такие вещи. Так что, сейчас просьба всех желающих просто настроиться на то, чтобы снять те блоки, которые вы желаете, те, кто не желает, чтобы блоки снимались, никто их снимать не будет, они остаются при вас, и вообще, если у вас кто-то не хочет вообще, чтобы что-то с ним происходило, просто подумайте, все, никто вас не тронет, обышаю. Готовы? Поехали. Разные бывают, это, ну, бывают, это блоки, по-настоящему, прикрещения, блоки, вызванные, блокировкой сознания на уровне, когда обучение идет, зомбирование идет, когда идет действие зомбирования, через телевидение, через другие системы, то есть, сотни вариантов, то есть, каждый человек, допустим, кого-то одно, другого третье, просто, кто, по крайней мере, знает о своих блоках, подумайте о них, потому что, если вы не знаете, так все равно вы не осмыслите этого происходящее, поэтому лучше будет то, что вы знаете. Готовы? Поехали. 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 И даже не больно, да, как шучу обычно? Поехали. Поехали. Пожалуйста. Спасибо. 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 Поехали.